ПЕСНЯ Какой асфальт? Здесь когда-нибудь был асфальт? Лена! ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Что она значит? Да ничего это не значит, это фишка такая Фишка? Мыслишь фишками? Да, так удобнее? Хорошо, но просто я мыслить фишками не умею, поэтому объясни мне, пожалуйста, что означает срок годности? Ну хорошо, смотри В пиццу мы можем запихнуть все что угодно, да? Можем деликатесы, можем разные объедки, все не важно Так и в нашей жизни, что туда не запихни, все прокатывает И это смысл? Да нет, это концепция, сейчас так модно Ну хорошо, а кто ты по профессии? Художник или скульптор? Я Я разночек пиццы Спасибо за интервью Подожди, 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 подожди Лика Макарова Не спешите Пошел ты со своей фишкой Подожди Это даже не моя работа Моя работа находится в соседнем зале Хочешь, посмотрим? Потом обсудим в кафе, договорились? Ну хорошо, пошли Пошли Туда? Туда Спасибо Пожалуйста Кофе для вас Спасибо Значит, ты не гонишься за модой, да? Я Я гонюсь за мечтой Интересно И какая же у тебя мечта? Мечта Работать, творить Писать пейзажи, которые никому не нужны Быть свободным Путешествовать по миру И для этого ты развозишь пиццы Ну, знаешь Надо же художнику на что-то Снимать в мастерскую И работать в ней Значит, ты не из Питера? Я из Питера Я от родителей съехал И живу в мастерской Кстати, там у меня находятся все мои работы Хочешь посмотреть? Это нетерпимость А это печаль Красиво А это? Это Это одиночество Ну, еще пишу любовь, конечно Готовишься к персональной выставке? Угу Через десять месяцев А почему такая точность? Ну, через десять месяцев Я выйду из призывного возраста Спасибо Поступлю в художественную академию Легализуюсь И будет выставка Костя, шатармии Да? Не хочу подрывать Обороноспособность страны Смешно Что смешно? Да мой папа Полковник, десантник Ух Сильно Но я тебя не сдам Да К тому же, он давно в отставке Так Как успехи? Хорошо Нашла тему для интервью Ну, а ты, парень, развозит пиццу И пишет картины Портреты и пейзажи Пейзажи пиццы? Ну, нет, мам Городской улицы Один и тот же пейзаж Утро, день, вечер, зима, осень, весна Дождь, снег Одиночество, грусть Счастье Что-то я запуталась При чем тут пицца? Мам, пиццу он развозит Просто, чтобы зарабатывать на жизнь Ага Я понимаю бы Развозил он пиццу Для небыщих стариков Для больных детей Или патроны на поле боя Смешно Скушай витаминчик Я думаю, так Человек О котором ты пишешь Должен вызывать эмоции Чувства Мысли Или сопереживания, наконец Ну, может быть, я не прав Но я так думаю Ладно, все понятно Художник Пейзаж Пицца И руда какая-то Спасибо Я наелась Мам Привет, сыночек Ну, как ты? Я отлично Ананасы Спасибо Ты понимаешь Тут такое дело Тут отец обратился Собес Насчет пенсии Мы ждали ответа Приходит почтальон С компетом Спасибо Говорит, распишитесь Ну, я и расписалась А это оказалась Повестка Из военкомата С сыром Спасибо Я же просил Мама Ничего не подписывать Уехал на Украину Там женился Послушай, я ничего не подписывала Когда приходили повестки Понимаешь А тут конверт Понимаешь Я перепутала Я виновата Правда Отец меня ругал Он сказал Что теперь тебе объявят В розыск Объявят Объявят Влада, мама Давай Давай, иди Послушай, ну все образуется Ты слышишь? Время, мам, уйди Да Макарову Ну ты чего? Ну послушай меня Ну чего ты там Себе вообразила, а? Вот скажи мне Кому интересно читать Такое интервью А я тебе сам отвечу Никому Ну почему? Да потому что Твой персонаж Он не герой Он кто угодно Только не герой Вот что он делает В этой жизни Рисует картинки Возит пиццу Косит от армии Ну слушай Он талантливый Тонкий Необычный человек Да ему вообще Не место в армии Он не виноват Что родился парнем А в нашей стране Послушай Только давай Без политических подтекстов Да плевать мне на политику Я говорю о конкретном человеке Но да Он родился здесь Но он никого Об этом не просил И тем более За конституцию 20 лет назад Не голосовал Тогда с чего вдруг Служба в армии Оказывается его долгом И почему ему навязывают И почему ему навязывают чужие решения Предположим Вопрос поставлен интересно Но только не ко времени Наша редакция Не будет поддерживать уклонистов Даже невероятно Мега супер талантливых Понятно? Я тебя очень прошу По-человечески Найди другую тему Я найду другую редакцию Не найдешь? Уклонисты нынче не в моде А я не гонюсь за модой И летом покупали пирожные И было хорошо Хорошо Да? Угу Лика Илюха Здорово Это Денис Денис Илья Сто лет Ты же в Мексике был Ну вот я оттуда и приехал На пару месяцев родителей навестить Неожиданно И чего? И как ты? Ну как? Дела там сами идут Женился? Какой там? Тебя жду Ну ладно Не буду мешать Я как-нибудь заскочу Давай Давай Рады видеть Счастливо Пока Ну не злись Нет Я не злюсь Денис Ну Ну не ревнуй Ревную Денис Ну расскажи хотя бы Кто это был? Мой одноклассник У нас ничего не было Мы просто тусовались вместе и все Тусовались Так Дальше Ну что дальше? Просто вбил себе в голову Что мы поженимся Ну а я-то тут при чем? Угу Ну причина-то была Была Так Подробней В выпускном Он признался мне в любви Угу Я выпила Слишком много шампанского И Пообещала Что когда-нибудь мы поженимся Ну это же ерунда Ну какая разница Что я сказала тогда На выпускном Я хочу тебя очень расстроить Ты не выйдешь за него замуж Конечно нет Поехали в Сочи Зачем? Ну там еще лето Позагораем Покупаемся Романтика Кольцо Предложение Как-то слишком банально Для тебя Да Ну Иногда надо быть банальным Да Ну наверное да Но только я заранее подупреждаю Что не откажусь От твоего предложения Надо будет подождать Со свадьбой Ну ничего Может как-нибудь подожду А ты куда собралась? В Сочи на недельку А родителям сказать? Ну вот сказала Алло Да привет Денис Ну все Купил билеты Да Хорошо Не спеши Не спеши В восемь только поезд Да поняла Хорошо Да В восемь вечера 105-й поезд 6-й вагон Да 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 Полвосьмого буду Пока 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 Да Растел Растел И получил Ну пап Ой Ой ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Макаров Привет Привет Ну что когда на дачу едем? Да подожди ты со своей дачей Я тебе хочу помочь с недобором С чем? У тебя на московском вокзале наряд есть? Ну есть Да у меня на всех вокзалах по наряду Ну тогда записывай Что записывай? Кирея, вы звонили Угу Илюша оказывается вернулся из Мексики Угу Думала может на выходные пригласить их в гости Ну пригласи Лик Послушай Мам, ну зачем в сотый раз повторять одно и то же, а? Илья мечталевой девушки Замечательной, чудесной, с хорошей семьей Богатой, спокойной А разве нет? Мам, ну может быть и так Но только я за него не выйду И не надейтесь Все Что такое? Телефон не могу найти Неужели забыла, а? Маме хотела позвонить Мы с ней так нехорошо разошлись Извиниться хотела Не нашла? Ну ничего Ага, спасибо большое Молодой человек, предвидите ваши документы Давайте Давайте Эй! Так А что происходит? Все нормально Пожалуйста Держи Пройдемте Куда? Куда надо, девушка? Да что происходит? На каком основании вообще? Вот Денис! Да что это беспредел? Денис! Господи! Примите, распишитесь Как заказывали Злостный уклонист Никольский Замечательно Ну что, я смотрю Комплект уже образовался Можно увозить? Как только Так сразу Машина еще только Через час будет Послушайте Сидеть! Ладно, я пошел Послушайте меня У меня... Присядь, присядь Присядь, присядь У меня телефон Остался в сумке у девушки Понимаете? Дайте хоть матери позвонить А что она думает? Где ты? В поезде Петербург-Сочи Вот пусть так и думает Нервы целью мамы будут Вот дурни В самый разгар Осеннего призыва Решили по вокзалу шляться Алло Ольга Сергеевна, здрасте Это Лика А, привет, Лика Здравствуй Как? Что случилось? Денисову армию забрали Его телефон находится у Лики И он даже не может нам сообщить Это же я во всем виновата Это я подписала Эту чертову бумагу Да сам он во всем виноват Уперся рогом Не буду служить, не буду Не упирался, давно подслужил И вернулся Да что ты, все убыдок обынь Сидишь тут, понимаешь, сложа руки А он находится черт знает где Господи Что с ним теперь будет, а? В лучшем случае отслужит А в худшем Паяет ему статью За уклонение С прибытием Ждите пока Разрешите? Папа! Лика, как ты меня напугала Спустя Что случилось? Папа, прошу тебя, помоги А что случилось? Ну как что, Дениса забрали Хотя отварни его Отправить я не знаю Ну позвони кому-нибудь Ты что, с ума сошла? Я кадр, офицер, полковник Хоть и в отставке Почему я должен помогать Какому-то уклонисту? С какой стати? Потому что я тебя об этом прошу А ты не проси Остальные идут и служат Вон Ильёша Киреев Никого не просил, а мог бы Пошёл и выполнил свой воинский долг Молодец, Илюша Да, а твой почему не может? Потому что у него другое призвание Потому что он трусливый говнюк Потому что он художник, пап! Значит, это одно и то же Ой, Витя, пожалуйста, не надо, а? Солнышко моё Ты правда не можешь ничего сделать? Передаю вас в распоряжение Старшего лейтенанта Серёгина Хорошей службы Здравия желаю, товарищи призывники Будем оформляться Никольский, кто? Я Ну, здравствуй, Никольский Заждались уже тебя? Без меня-то врагов не победить Ну, шутник Сержант! Я Проводи призывника Куда? Для начала на медкомиссию Потом на расстрел В зависимости от твоего поведения Пошли За мной! Михаилов! Здравия желаю Магара говорит Здорово! Ну, что, надумал, надо очередь Послушай, послушай Есть такой Засранец у кого-нибудь Николин Никольский Понятно Никольский А имя, отчество? Имя, отчество какое? Денис Палыч Денис Палыч Денис Палыч Никольский Денис Палыч Его взяли На московском вокзале А кто он тебе вообще? Кто он мне? Угу Да никто Папа! А, знакомый Знакомый, значит Задача такая Точнее, просьба Так Узнать, где он И как можно доставить ему посылку Ну, хорошо Узнаю, перезвоню Угу Тебе часик, Денис Хорошо До встречи, пока Ну, давай Спасибо Спасибо Спасибо, папочка Никольский Ага, спасибо Так Окулист Лор Хирург Все медицинские показатели в норме К службе готов Отличная физическая форма На гражданке Каким ты видом спорта занимался? Никаким А зачем врать? Теперь уже нет никакого смысла Раз попался, так говори, как есть Я не вру Я действительно не занимался никаким видом спорта Можешь по этому поводу не переживать Свою физическую форму в армии Ты точно не потеряешь Годин Садись Есть пить хочешь? Нет Казался бы А какие тебе харчи больше устроят? Тюремные или армейские? А что, есть разница? Шути, шути Я люблю веселых Давай я посмотрю гуманист Он самый Но гуманизм мой заключается в том Чтобы уберечь тебя От трехлетнего тюремного заключения За уклонение от службы в армии Выбирай Тебя Пап Пап, возьми трубку, пожалуйста, к тебе к телефону Да Укланистой на сборном пункте Петроградского района Понял, понял Всего хорошего Ну что? Он на сборном пункте Петроградского района Спасибо Но тебя туда никто не пустит Почему? Потому что ты ему никто Ай, ладно Вить, я вот думаю, может позвать Киреевых Илюша подъедет Может, она успокоится Мам, я прошу тебя Хорошо Мишка, Мишенька, мы здесь Ой, Мисс Мама А ты как? Как ты узнала, что я здесь, а? Через отца, но это не важно Как ты? Что теперь? Куда тебе? Ну как куда? Служить? Значит так, не плачем, не плачем Служить буду недалеко, в Карелии Все же лучше, чем срок мотать Кричать можно будет? Так, спокойно Я здесь все написал Прихать можно будет на присягу через два месяца С телефонами там все плохо Все, давай Слушай, по машинам Слушай, подожди, я забыла Я же для тебя вещи теплые собрала Там носки, сахар, печенье И главное, карандаши с алюбом Вот за это спасибо Никольский! Иду я, иду Иди сюда Я тебя тоже Быстрее, Никольский! Иду Послушай, у меня образцовая воинская часть А не помойная яма И на фига мне уклонист Пусть даже и художник Что? Недобор? Вот пусть лучше недобор Чем потом дезертиров по лесам искать Ага Слушай, ну Мне это надо Перед пенсией-то Ну, ё-моё Ну, не... Ну, ладно Ну, ладно, все Все Все, договорились Каль, позвони Пашину Пусть зайдет Ему пополнение принимать Питер, понимаешь, удружил Поймали какого-то уклониста Теперь направляют его ко мне А? Зачем это? Вот и я говорю Им, понимаешь, отчетность нарисовать А нам лишние проблемы подкидывают Какой-то хрен его знает художник Ну, ничего, Пашин быстро его переучит Алло Капитана Пашина, командир участи Ага Пашин беседует со следователем Ну, хорошо Подожду Когда закончит, пусть явится Ага Отчего это вдруг у Пашина следователь? Прокуратура приостановила дело По факту смерти его жены Ааа Приехали пообщаться на месте Чтоб там у них он Психа не дал Понятно Галь, давай что-нибудь поедим, а? У меня уже желудок свинтило Что ты там с утра собирала? Давай доставай Курицу С картошечкой Давай курочку Вроде тепленькая еще Ой, хорошо Слушай, а ведь уже два года прошло Как жена погибла у Пашина Только сейчас дело закрывают Ну, не нашли миноватых Приостановили для выяснения новых обстоятельств Ну, давай, неси туда Там поем Значит Все это называется Причинение смерти По неосторожности? Да, Константин Алексеевич Иными словами Несчастный случай Кто-то совершил наезд на вашу жену Но, к сожалению, с места происшествия скрылся А как она оказалась в лесу? Ее же сбили на дороге Очевидно, что уже после совершения происшествия Участник ДТП оттащил ее в лесополосу Собственно, поэтому тело сразу не нашли Ну, и ушло время Так что В дальнейшем Поиск виновного Не дал результатов Когда виновник ДТП хочет скрыться Он нажимает на газ и уезжает А не выходит из машины И не тащит тело в лесополосу Его могли увидеть Это рискованно А так рисковать Может только тот Кто с умыслом идет на убийство Константин Алексеевич Перед тем, как Лену сбила машина Она звонила мне Говорила что-то странное Не знаю В связи порвалась Скажите, а зачем у нее в сумке рались? Константин Алексеевич Ничего из ценных вещей у нее не пропало Так что, скорее всего В сумочке вашей жены никто не рылся А просто сгреб выпавшие предметы И беспорядочно положил обратно Я понимаю ваше чувство, но... Так Не надо Про мои чувства Значит Дело вы приостановили? Да Ну что ж Понятно Всего хорошего Всего хорошего Товарищ капитан Товарищ капитан Товарищ капитан Товарищ капитан Я в поселок В магазин Может вам что-нибудь надо? Нет, спасибо А вашим мальчикам? Я вчера в поселке купил все, что надо Ааа Ужасно неудобно, правда? Что магазин гарнизона не работает Но в этом есть свои плюсы Какие? Отдаленность личного состава от алкоголя А вы совсем-совсем не пьете, товарищ капитан? Почему не пью? Пью по праздникам Прости Спешу А Денис написал письмо Он вчера присягу принял Она даже не пригласила Кто бы мог подумать, что детское увлечение дайвингом может стать еще и неплохим бизнесом Мы с партнером открываем третий дайвинг-клуб на западном побережье Мексики Три это уже целая сеть Ну как сеть? Сеточка Но я думаю, мы не остановимся на достигнутом Главное желание Считай, что это правильный тост А, товарищ полковник? Так точно, товарищ полковник Ну что? За нас За наших детей За исполнение их желаний Мое желание, чтобы сын пошел по моим стопам, не сбылось Но В армии отслужил А тут попробуй откосить, когда папа полковник СМЕЕТСЯ 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 Так Так Привет 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 Ты что здесь делаешь? Тебя встречают с волшебным напитком Мексиканцы говорят, желание исполняют СМЕЕТСЯ О, как мило Ты лучше не зажмурься, когда выпьешь М? Всем привет Мам, пап, отличная новость Я выхожу замуж Оп За кого? Что за вопрос? А правильный вопрос, мам Налей, пожалуйста, у меня тост Спасибо Я предлагаю выпить за мою маму 25 лет назад Она Юная Стройная Тонкая Звонкая Вышла замуж за военного Кто ты тогда был? Лейтенант? Сержант Сержант Ну, считай, никто Но она вышла за него Моталась с ним по гарнизонам Бросила институт Перестала читать, развиваться Вика Ты что такое говоришь? Забила на себя На свой внешний вид Замолчи А ты сначала дослушай Мам, ты пожертвовала собой Ради обороноспособности нашей страны Я горжусь твоим поступком Твоим подвигом Я хочу повторить его Поэтому я решила выйти замуж за военного За кого? За кого? Мой жених Солдат Он прослужит год После этого он, конечно же, подпишет контракт Ведь служба в армии для каждого мужчины это долг, правильно, пап? Ну, а мой долг быть рядом с ним Так что за меня? Ой, простите, конечно же, за маму Что, в общем-то, уже теперь одно и то же Ура Ура ПЛАЧЕТ Пополнение, товарищ капитан. Веди в расположение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот твоя койка, вот твоя тумбочка. Что, здесь больше никого нет? Рота сейчас на стрельбище, пока побудешь один. Завтра тебя капитан Пашин будет развлекать. Понятно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СМЕХ Так, в чём дело? А ну, по местам. Быстро. СМЕХ Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи. Всё, отбой. И чтоб тихо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, привет. Заходи. Я тут сырников на утро сделала. Заодно на твою долю. Мальчишкам на завтрак. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, спасибо. Можно от тебя на минуту? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ира, присядь, а? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что такое, Кость? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Угу. Ты можешь точно вспомнить, что Лена в тот день тебе сказала? Кость, ты опять за своё? Мы об этом тысячу раз уже говорили. Я тебя прошу, вспомни. Вот ты говорила, что она нервничала? Да, мне так и показалось. Она даже в квартиру не вошла, только пацанов к порогу подтолкнула. Говорит, Пашин уехал в командировку. Пригляди за пацанами, мне в город надо по делам смотаться. Возможно, надолго. И все. Даже пацанов не поцеловала, только рукой махнула. Кость, хватит тебя уже мучить. Все хорошо. Ничего. Я найду, кто это сделал. О, тело! Бей, бей, дизель. Обязательно. Только сначала выспимся. Ага. А то очень спать хочется. Командир роты. Капитан Пашин. Денис Никольский. Рядовой. Отвечаем по уставу. Никольский Денис. Рядовой Никольский. Повтори. Рядовой Никольский. Рядовой Никольский по вашему приказанию прибыл. Повтори. Рядовой Никольский по вашему приказанию прибыл. Ремень не жмёт? Нет. Подтяни. Ну, а теперь по всей форме, с отданием чести. Давай. Рядовой Никольский по вашему приказанию прибыл. Руку резче. Ещё раз. Рядовой Никольский по вашему приказанию прибыл. Спину держим. Ещё раз. Лика. Родная, любимая моя Лика. Если бы не ты и твоё лицо, которое всё время стоит у меня перед глазами, я бы, наверное, умер. Рядовой Никольский по вашему приказанию прибыл. Отставить Никольский. Медленно. Ещё раз. Правда, умер бы. И капитан Пашин редкий гад. Закопал бы меня, как собаку. Вот уже два месяца он измывается надо мной и, кажется, получает от этого удовольствие. Рядовой Никольский по вашему приказанию прибыл. Я зачитал текст присяги и как будто подписал себе приговор. Лика. Я здесь никто. Вперёд смотрим. Я потерял себя. Совсем перестал рисовать. Вооружённые силы. Капитан Пашин со своими порядками и уставом. Напоминает мне темницу. Дежурный по роте на выход. Отставить. В который все мы становимся бесчувственными и безжизненными оловянными солдатиками. Можно? Макарова, заходи. Ну, что там у тебя? Что это? Ну? И что? Как что? Государство вынуждает молодого талантливого парня служить в армии. Он там как в заложниках. Над ним издеваются. Его унижают. Ну, а кто знает, что там происходит на самом деле, а? Ну, короче, тебе нужен материал о жизни в воинской части. Взгляд изнутри. Ну, как тебе сказать? Ну, в принципе, наверное, я бы не отказался посмотреть, но не более того. В этой чёртовой части есть хоть какие-то вакансии. Ну, а я откуда знаю? Ну, устрой меня туда, пожалуйста. Нет, я, конечно, могу узнать, попробовать позвонить, поинтересоваться, но это всё. Я ничего не обещаю. Спасибо. Нет, нет, ты никуда не поедешь. Мам, я говорю, поеду. Витя, скажи ей. Ну, пусть ей-то раз такая дура. Пап, спасибо. Ну, мам. И хрутичка моя. Ну? А если умная, то вернётся. У вас здесь что, война была, а такие дороги? Войны здесь не было, но и дорог отродясь не бывало. А военные как из части выбираются? Так танки грязи не боятся. А гражданские страдают, конечно. Ни асфальта тебе, ни разметки. Прошлой весной здесь женщину сбили насмерть. О, Господи. Она в части работала. То ли кассиром, то ли бухгалтером. Кто сбил, так и не нашли. Весело тут у вас. Ну, это ж несчастный случай. А вообще места у нас здесь хорошие, красивые и военные. Мужчины все с выправкой. Одним словом, красавцы. Чего повесили, как обезьян? Быстрее ручки сгибаем. Есть. Спасибо. Говорят, лобаз открылся. Чего, можешь, по пивку? Давай. Бабу, сгони. На. Слышь, сгоняй по-быстрому. Возьми три бомбы пива. Сгоняй по-быстрому. Я вообще-то старше тебя. Дедовщину устраиваем, товарищ сержант. Старичок, ну не службу, а в дружбу. А насчет возраста я тебе так скажу. В армии все обнуляется. Включая возраст. Хорошо сказал. Все обнуляется. Включая личность, мечты, интеллект. Денис. Егор. Тимур. Ладно. Сгоняй по-быстрому. В следующий раз вы пойдете. Пом? Давай. Ага. Пойдем. Три банки пива. Можно, пожалуйста? Я тебе телефон привезу. Ты? Ускорилась продавщицей, живу в общежитии, комната номер девять. Ну, ты мне не рад. Да ты... Ну? Ты, 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 ты как? Ты как тут? Ты... Есть кто-нибудь? Одну секунду. Здрасте. Все в порядке? Да. Нет. Ну, все хорошо. Тогда или нет? Просто опрокинула коробку с шоколадками. Помочь? Нет, спасибо. Я справлюсь. Вы что-то хотели? Вы здесь новенькая, поэтому я зашел предупредить. Солдатам срочной службы категорически запрещается отпускать спиртные напитки. Ну, а уж тем более с ними распивать. Хорошего же вы мнения о людях. Были случаи, поэтому и говорю. И еще. Никаких заигрываний с солдатами. Вы на работе, а не на службе. Ясно? То есть вы считаете, что я с вами заигрываю? Я предупредил. Одна осечка, и магазин опять будет закрыт. Понятно? Так точно. Можно блокнот с ручкой? Это мой телефон. Будут вопросы, звоните. Папа, мы за шоколадками. У нас Света угощает. Вы ведь не против, товарищ капитан? Света, против. Можно две шоколадки? Да, конечно. Только не с пола. У меня вечернее построение. Сколько? Три-четыре. Вот. Без сдачи. Спасибо. Спасибо. Держи. Круто. Почему, товарищ капитан? Света, это лишнее. Света, медсанчасть. Лика, магазин. Замужем? Пока нет. Имеи в виду, он мой. Кто? Капитан Пашин. Тебе завернуть или так возьмешь? Его не так-то легко взять. Сиди. Шо-то его знает, где этот художник. А ты сам сходить не мог, а? Зачем его-то послал? Ты понимаешь, он зеленый. Продавщица в лабазе тоже свежая. Оба не в курсах, что солдатам пива нельзя. Вот ты и подумал, что звезды сойдутся. Вот и я спрашиваю, где пиво здесь, да что? Ладно, сам сгоняю. Успеешь до отбоя? Успею. С виду Пашин такой суровый, непробиваемый такой, как будто бы весь в броне. А пацаны его говорят, папа добрый, а дети ведь не врут, так? Я не знаю. А я знаю, не врут. И он способен полюбить и снова жениться. Правда? Слушай, что ты меня спрашиваешь? Я третий день всего здесь. А я третий год и видела, как он ужасно переживал, когда погибла его жена. Чуть не свихнулся даже. Все ходил, информацию собирал. Мол, ее убили. Ну, конечно, ее не убили. Это несчастный случай. Мне очень жаль. Конечно, жаль. Тем более двое детей. Капитан ужасно переживал. Ужасно. Но ведь время-то идет, а он молодой мужчина. Я вижу, как он на меня смотрит. Вижу, у него прям глаза теплеют. А потом раз, как будто бы спохватывается. Как будто бы сам себя за горло берет. Он нет, не имею права. Понимаешь? Да, я понимаю. И ты меня пойми, пожалуйста. Мне надо срочно навести порядок в подсобке. Времени нет. Прости. Тебе помочь? Нет, спасибо. О, сержант. Здоровая, красавица. Еремин, привет. Поздравляю с открытием магазина. Спасибо. Ну что, по такому случаю, три бутылочки пива? А мне запретили. Что запретили? Запретили отдавать алкоголь солдатам. Пришел капитан Пашин и запретил. Слово капитана – закон. Понятно? Понятно. В магазине-то его нету. Зато капитан Пашин там объявился. Пашин везде успевает. Художник-то где? Копец его знает. Слушай, а может, он это, в поселок подался, а? Может, и в поселок. Что делать-то будем? Ждать. Надеяться и верить. Вот, что мы будем делать. А я своей цели добьюсь. Я упорная. А главное – терпеливая. Ой, успела. Ну, что у вас тут новенького? Привет, Свет. Смотришь, сорока, да? Здрасте, Галина Николаевна. Ну, почему трещу? Вот, знакомлюсь. Это Лика, наша новая продавщица. Рассказываю, как, что у нас тут заведено. А-а, знаток какой. Галина Николаевна. Секретарь командира полка, полковника Гусева. Ну, и его жена по совместительству. Очень приятно. Мне молочка, сметанки, ну и творожок, если свеженькие. Свеженькие. Первое, что надо усвоить, что безобразничать у нас тут, категорически запрещено. Капитан Пашин приинструктировал уже. Молодец какой. Да, но самое важное, капитана Шарко гони отсюда. Водку ему не отпускай, ни за какие деньги. Да, хоть и племянничек мой, но, что называется, поблажки ему не будет. Ну, все, побежала я. До свидания. Счастливенько. Всего доброго. Ну, а ты будешь что-то брать, нет? А давай пельменей и масла сливочного. Ага. Возьми в морозилке сама, пожалуйста. Ага. Повезло, что сегодня на построении Пашина не было, да? Представляешь, если бы он увидел, что нашего уклониста нет, какая заваруха бы тогда началась? А если он попадется? Тогда и мы попадем. Все. Спасибо. Ты чего такая нервная? Рабочий день уже закончился, мне пора закрывать. В армии, чтобы ты знала, ненормированный рабочий день. Я не в армии работаю, а в магазине. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Добрый вечер. Привет. Значит, лобаз опять открыт всем ветрам. Мы его сюда еще не приносила. Не видела. Хлеба дайте. Угу. Вечно недовольный жизнью капитан Шарко. 32. Нет, такой пока не приходил, был только капитан Паша. А, ну с этим лучше не спорить. Пожалуйста, к капитану Шарко. Да, да, я понимаю. Алкоголь или под каким видом не отпускать? Это кто же уже позаботился? Гусева. Ну, значит, граница на замке. Тебя подвезти? О, да, спасибо. Поехали. До свидания. Пока. О, у тебя новая тачка. Денис. Денис, давай быстрее. Да можно уже не торопиться. Мама тебе телефон передала, но только я его не взяла, не знала, что ты придешь. Так, значит, телефон мне не нужен. Не буду им звонить, нервировать их. Все, к тебе буду прибегать. Все. Все, все. Пока. Пеги, беги. Пеги, беги. Все. Пеги, беги. Пеги, беги. Домой? Да. Счастливо тебя дежурит. Рядовой Никольский. Рядовой Никольский. Явился в умывальню от внезапной тошноты. А какая причина внезапной тошноты? Не могу знать, товарищ капитан. Спал? Проснулся? Тошнете? А ну, дыхни. Трезвый. Я думаю, это от нервов, товарищ капитан. Почему дежурному не доложил? Не хочу беспокоить, товарищ капитан. Это что? А это, это униформа. Униформа в цирке. В армии обмундирования. Чье оно? Мое. Как оно сюда попало? Все, попался. Ой, что ли? Кто это? Уклонизм. Поэтому взял с собой одежду. Но после известной нам процедуры мне стало лучше. Понятно. А это что? Это, товарищ капитан, бумага для рисования. Иногда, знаете ли, очень хочется порисовать. Дело в том, что на гражданке я был. Я в курсе, чем-то на гражданке занимался. Так ты сюда порисовать пришел? Или провести известную процедуру? Это не связанные вещи, товарищ капитан. Бумага просто оказалась у меня, я даже не обратил на нее внимания. Понятно. И это все? Так точно. Рядовой, если в следующий раз, ну, вдруг захочется порисовать, или там тошнота подступит, будь любезен, пожалуйста, сообщи об этом дежурному. Ясно? Есть. Могу идти? Бегом. Есть. Ну, ты и изворотливый. Стараюсь. Трепло. В самоход собирался. Вот подарочек подогнали. Да ладно. И таких обламывали. Что там, Костя? Это вроде какой-то договор. Подрядчик обязуется заасфальтировать 20 километров дороги от КПП и до поселка. Алло. Да, Лена. Плохо слышу. Я на аэродроме. Что? Какой асфальт? Лена, я не понимаю. Объясни толком. Лена! Лена! Дорогу заасфальтируют. Так это же отличная новость. Да. Только как эта новость оказалась у рядового. Интересно. Рядовой Никольский. Я. На выход, сукин сын. Только не надо трогать мою маму. Кто твою маму трогает? Видите ли, товарищ капитан, когда вы употребляете выражение сукин сын, то это вот... Заткнулся. Вышел. Ух. Товарищ капитан рядовой, Никольский по вашему приказанию прибыл. Никольский. А это откуда у тебя? Нашел. Где? Да здесь и нашел. В умывальне, кажется, валялись в углу. Чушь. Не могли они там валяться, Никольский. Значит, в столовой валялись. Никольский. Такого рода документы не валяются. Ни в умывальнике, ни в столовой. Такого рода документы находятся только в канцелярии или бухгалтерии, куда вход личного состава строго ограничен. Я не был, товарищ капитан, ни в канцелярии, ни в бухгалтерии. Я даже не знаю, где эти священные места находятся. Ладно. Иди спать. И постарайся вспомнить, где ты их нашел. Слушаюсь, товарищ капитан, постараюсь вспомнить. Разрешите идти? Иди. Чего хотели-то? Бумаги какие-то? Капитан спрашивал, откуда они взялись? Откуда они взялись? С неба взялись. Бумаги какие-то? Тихо. Магазин еще закрыт. А ты открой. Ух ты, капитан Шарко. Очень приятно. Водки нет. Ну, ясное дело, нет. Давай. Что давай? Слушай, в твоем деле главное понимать без слов. Я говорю, давай. Ну, я без вас прекрасно знаю свое дело. Капитан Пашин запретил продавать алкоголь. Пашин, 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 Пашин. Достали уже со своим Пашином. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это нарушение прав человека. А между прочим, международной конвенцией по правам человека про пиво и девушек ничего не сказано. Зато там сказано про ограничение свобод. А чего ты такая умная, Макарова? Между прочим, ограничение свобод в армии называется дисциплина. И, между прочим, на любой гражданской работе ограничения не хватает. Я уже не говорю про ограничения в личной жизни. Не надо мне лекции читать, а? А мне не надо присылать весь этот бред. Бред твоего воспаленного сознания, понятно? Ну, где? Где бред? Конкретно. Да вот, пожалуйста. Наказания весьма жестокие. Как в тюрьме конец цитаты? Ну, и что? Вот и я спрашиваю, что? Ну, какие наказания? В чем их жестокость? Что, твоего любимого художника бьют шом полон по вашей? Макают в унитаз? Да за любую провинность сразу наряд вне очереди. Ой-ой-ой, какой кошмар. По-моему, не смешно. Послушай, мать, вот обрядились, что ты хочешь? Если для тебя важнее ежедневно лицезреть твоего любимого художника и плакать над его горькой судьбой, то сиди там, торгуй макаронами, забудь о карьере. Но если ты профессионал, то будь добра. Накопай для редакции что-нибудь важное, что-нибудь интересное. Хорошо. Капитан Шарко постоянно рыщет в поисках водки. А медсестра Света вешается на шею капитану Пашину. Такой материал тебя устраивает. Ну вот, уже хорошо. Я название придумал. Хроники, войнские части. Поверь мне, что это гораздо интереснее для наших читателей, чем весь этот бред, который ты мне ежедневно присылаешь. Замечательно. Слушай, ну не сходи с ума, а кому это интересно? Макарова, все, работай. Конец связи. Доброе утро. Привет. Галина Николаевна, скажите, а у вас ничего не пропадало? Никаких документов? Господи, Костя, не пугай меня. Ты что? Вот. Что это? Впервые такое вижу. Асфальтирование дорог. Нет, хорошо бы, конечно, да? Нет, Сергей Викторович ничего о таких планах не говорил. Незнакомый номер. Сделай потише, а. Алло. Алло, мам. Вика, здравствуй. Как ты там? Нормально. Скажи, пожалуйста, когда ты с отцом по гарнизонам моталась, было весело или так? Тоска зеленая. Ну, что веселого может быть в армии? Мужья на службе, а жены по дому. Ну да. Я просто думала, что мне с воинской частью не повезло. Она скучает. Дай-ка сюда. Здравствуй. Во-первых, армия не цирк. Во-вторых, армия не терпит обмана. А на третье что, пап? Ну, а в-третьих, возвращайся. Нет. Молодец. Поговорили. 20 километров асфальта. Ничего себе размах. Так, а где начало, где конец? Непонятно. Печати нет. Что за подписи? Кто заказчик, кто подрядчик? Непонятно. Откуда все это? Обнаружено у рядового Никольского. Никольский? Художник-уклонист, что ли? Говорит, хотел использовать для рисования. Нашел то ли в столовой, то ли в умывальнике. Это не наш документ. Ну, посмотри, там принтер лазерный. А вот наш, струйный. Товарищ полковник, есть одно странное совпадение. Дело в том, что в тот день Лена мне звонила и говорила что-то насчет асфальта. Какого асфальта? И здесь про асфальт. Какая связь? Какой асфальт? Я не знаю, я не расслышал. На аэродроме шумно было. А теперь думаю, а вдруг это как-то связано? Все у тебя вдруг. Костя, ну, уже столько времени прошло. Ну, нельзя же так. Решите идти? Иди. Гусев. Подпишешь? Угу. Так, смета. Так, вот здесь. Вот, говорят, да? Время лечит. А ничего оно не лечит. Жалко парня. Да. Жалко. Здесь. Непонятно только, откуда бумажки эти взялись. А может, сам художник все и нарисовал? И нам подбросил. А зачем? Ты меня спрашиваешь? Мало ли, какой у него хитроумный план-то был. Сколько лет от армии бегал, попался. Снова хочет выкрутиться. Так, здесь. А может, просто развлечься. Кто их поймет-то? Художников этих. Так, ну, пожалуй, все. Все, 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 все. За каким его вообще к нам прислали, этого Никольского? За неимением Гербовой. В смысле? За неимением Гербовой пишем на простой. Выражение такое. Типа на безрыбе и рак рыба. Ну, типа да. Раз, 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 два, три. Раз, раз, два, три. Шире ноги. А ничего продавщица из Лобазы такая симпатичная. Слишком симпатичная для продавщицы. По мне, так в самый раз. Не по тебе. Чего ты сказал? Я сказал, что такой, как она, у тебя никогда не будет. Разговоры в строю. А спорим за кадрю эту тёлку? Чего ты сказал? Стоять! Стоять! Отставить! Отставить! Еремин! В чем дело? Никольский! Отставить! Стоять! Еремин, Еремин! В колонну по два! В чем дело? В колонну по два! Что случилось? Ничего. В чем дело? Может, помощь моя нужна? Вы куда шли? На работу. Вот и идите работать. Вы что, герои? Совсем берега потеряли. Смирно! Шагом! Марш! Раз! Раз! Раз-два-три! Раз! Раз! Раз-два-три! Раз! Раз! Раз-два-три! Раз! Раз-два-три! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот, теперь заставить толчки драйвить парней. Да ладно, могли бы вообще на губу отправить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На месте! Стой! Раз, два! Ерёмин и Никольский остались. Остальные по плану. Шагом марш! Ребят, и что это сейчас было, а? Ничего. По уставу отвечать. По уставу не получится, товарищ капитан. Устав не предусматривает нюансы. Нюансы? Отставить базар рядовой Никольский. Товарищ капитан, разрешите пояснить? Рискни. Когда мы шли строем, рядовой Никольский споткнулся и непроизвольно задел меня локтем. Я поставил блок, а рядовой Никольский решил, что я хочу его ударить. Такие, значит, нюансы. Ты вспомнил, где взял бумагу для рисования? В столовой, товарищ капитан. Неправда. Столовая, канцелярия, умывальник отпадают. Так где? Остаётся магазин. Я не был в магазине. Значит так, Вить, бери этих героев и погоняй как следует. Чтобы у них отпало желание в следующий раз потыкаться в строю. Есть. Налево. За мной, шагам. Марш. О, опять за водкой? В водичке. Двадцать. Двадцать. Вот. Привет. Отдыхаешь? Законный выходной. Один вопрос. Алкоголь не продаю. Правда, говорит. А бумагу для рисования? Есть блокноты в клеточку. Листы формата А4. Такого товара нет. Ну, может, где-нибудь валяются у вас. Так, чтобы с одной стороны текст, а с другой можно рисовать. У меня ничего нигде не валяется и никто не рисует. У вас все? Вы меня простите, я с вами немного резко. Ничего. Ладно, всего хорошего. Чует мое сердце, и тебя он уволит. За что? Капитан Пашин придумает. Убедит начальника части, и дело в шляпе. Спасибо. Держим темп, Еремин! Ножку не стесняемся поднять повыше! Не отставайся, рядовой! Товарищ капитан! Да? У меня именина сегодня. Поздравляю! А мы собираемся на кухне в общежитии. Я гостей позвала, и вы приходите. С детьми. Я для них сладкий стол приготовлю. Я боюсь, не получится. У меня дела в поселке. Так что поздравляю еще раз. Приходите. Катенька, смотри, папа наш. Видишь? Папа! Тихо, тихо, тихо. Катюш, ну мы же с тобой договорились. Когда папа на службе, мы его не отвлекаем. Ну что, все ясно, бойцы? Так точно, товарищ капитан. Не слышу ответа, Никольский. Не имею ответа, товарищ капитан. На какой вопрос вы не имеете ответа, рядовой? На вопрос, все ли мне не ясно. То есть вам что-то не ясно? Ничего не ясно. Папа! Еще два круга. Бегом, марш! Папа, привет! Привет, малыш. Ты зачем здесь? Ирочка, ну я же много раз спросил, когда я на работе. Ну я же понимаю. Ну просто она тебя увидела, рванула, я ее остановить не могу. Ну все-все. Идите, гуляйте. На месте, стой раз-два. Ну что, бойцы, теперь прояснилось? Так точно, товарищ капитан. Не слышу ответа, Никольский. Так точно. Хорошо. Может, все-таки что-то не ясно? Все ясно. Все ясно? Все ясно. Ну, для закрепления. Еще пару кружочков, да? Бегом, марш! Марш! Привет! Привет! Дай, пожалуйста, бутылку лимонада, шоколадок, сыр, ветчину, банку огурцов и бутылку шампанского. Давай две. Праздник? Да, именины. Приходи, пожалуйста. Мы собираемся на кухню в общежитие. Девочки придут. Придешь? Хорошо, да. Привет. Привет. Слушай, у меня сегодня именины. Приходи, собираемся на кухню в общежитие. А ты что же раньше-то не сказала? Ну, так получилось. А подарков не надо скажешь Галине Николаевне, хорошо? Да, хорошо. Мы с Катей уже придем. Обязательно. Капитан Пашин тоже, может быть, с пацанами придет. А вы наша новая продавщица? Угу. Я Ира Карабанова. Лика. Очень приятно. Очень приятно. Дай буханочку черного, пожалуйста. Да, конечно. Эй, ты чего? Двадцать. Он сказал, что не уверен, понимаешь? Значит, не придет. Так. Очень приятно познакомиться. Да. Всего доброго. Пока. До свидания. Во-первых, ничего не значит. Во-вторых, даже если не придет, ничего страшного. Я ради него. Пакет нужен? Да. Ну, ты отморозок. Потому что влит пополнен. С вашей армией идиотской. Слышь, ты. Скажи капитану Пашину спасибо, что он неуставные отношения не терпит. А то греб бы у меня по самой орехе. За армию дурацкую. Герой, что ли? Представь себе. Разведчик. Фу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Ну, будем здравы. Здравствуйте. А Мария Ефремова здесь живет? Машка, что ли? Ну, да. Тут, а. А тебе что? Поговорить с ней. Машка! 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 Вот глухом мать-то, а! Чего? Вон, к тебе. Здрасте. Тебе чего? Помните меня? Забудешь тебя, как же! Это ж ты меня с работы попер! Ну, мне надо было с солдатами водку пить. Ах, боже ж ты мой! Напитки я распивала. А то, что мне теперь ребенка кормить нечем будет, это тебя волнует, капитан? Правильный ты наш! Просто не человек, а портрет с доски почета! Я о другом хотел поговорить. Что ты орешь? Да уймись ты там! Я не хочу вообще с тобой разговаривать. Дело касается моей жены. Вот? Вот жена? Она была хороший человек. Не то, что муж. Я видел ваши показания. В день, когда Лена погибла, она заходила к вам в магазин. Видела. А что теперь спрашиваешь-то? В показаниях сказано, что она купила чипсы для детей. Так и что? Она не могла их купить. Нашим детям нельзя чипсы. Я-то тут при чем? Она купила чипсы детям, посмотрела срок годности, потому что детям. Я что, вру, что ли? Я этого не говорил. Не говорил, а зато подумал. А я честный человек. Один раз с солдатами водку выпила. Это единственный мой грех. И ты настучал, командир участи. Вот теперь катись отсюда со своими разговорами. Ты чего ружье взял? Ты куда с ружьем собрался, а? Иди в дом. Расстань ты. Убрал ружье. Быстро. Я же говорил. Петя, Паша. Оль, привет. Привет. Папа, привет. Привет. Тихо, тихо, тихо. А мы на именину к тете Свете? Нет, мы домой. А тетя Света пригласил нас на именину. А у нас другие планы. Какие? Мультики смотреть. Хочу прозвучить птичек. Все, пошли, за мной. Пожалуйста. Так, осторожно. Вы уже начали. Меня подождите. Вместо капитана Пашина. Извините, пожалуйста. Наташка, ты просто красавица. Прям как бизнес-леди. Почему как? Так, бизнес хоть и небольшой, но к весне новую парикмахерскую открываю. Да ты молодец. Ну, Светочка, за тебя? За тебя, дорогая. Спасибо. Потихоньку. Не поднимись. Положи салатик. Повезло твоему. Ну, хотя бы ему со мной. А знаешь, ведь не все деньгами измеряется, Наташа. Неужели? Да, так и есть. Даже не спорь. Разве я смею спорить с первой леди нашей части? У меня только один вопрос. Вот через два месяца твой полковник на пенсию выходит. Да. А где вы жить будете? Неужели в особняке? Да нет, знаешь, в небольшом домике на шестисотках. Пенсия у него военная. Плюс моя зарплата. Проживем как-нибудь. Главное, это что в любви. Правильно? Правильно. Чего и тебе желаю, Светочка. Будь счастлива. Спасибо. Тетя Света, а скоро мы будем есть пирог? Погоди, Петя с Пашей придут, будем вместе кушать. А если не придут? Иди погуляй. Капитан Пашин обещал. Мне порой кажется, что ты помешалась на Пашине. Знаете, Пашин-то наше расследование ведет. Нашел какие-то бумаги, обрывок договора, что-то там про асфальтирование дороги. Ну и что, как бы эти листочки связаны с гибелью жены. Не знаю. Не будем, а грустным. За тебя, Света. Будь здорова. Спасибо. Да. Товарищ капитан, разрешите войти? Войдите. Сержант Юремин, капитан Пашин приказал в письменном виде отчитаться, где последние два дня, не считая запланированных занятий. Был рядовой Никольский. По минутам. Ясно? Так точно, товарищ капитан. Выполняйте. Десять минут на личные звонки. О-о-о-о! Давай, давай, давай. Это не мой. Какая врача. Че? Мой друг. А где мой? Ты можешь поговорить? Дашь мне? Сейчас я отправлю СМС-ку. СМС-ку. Слушай, дай на минуту позвонить. Выше всего печенья как. Ну, как в прошлом раз. Нет, 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 не крэк. Это часть отличная. Все новое. Пацаны, дайте на минуту за деньги позвонить. Полный контракт был. Прикинь. Ну, зато они с парашютом не прыгают. А, и это, отцу передай, чтобы сигарет. Да, сигарет. Алло, бабуля, привет, это я. Давай, уже прошло пять. Стою. СМЕХ Не тошнит? Пока нет. Отделение к бою. Рядовой Олив к стрельбе готов. Сержант Юсупов к стрельбе готов. Сержант Гавриш к стрельбе готов. Сержант Иремин к стрельбе готов. Рядовой Никольский к стрельбе готов. Огонь. Никольский. Сержант Юсупов к стрельбе. Сержант Юсупов к стрельбе. Лежать! Слушать команду! Лежать! Лежать! Рядовой Олив, стрельбу окончил. Сержант Исупов, стрельбу окончил. Сержант Гавриш, стрельбу окончил. Рядовой Никольский, стрельбу окончил. Еремин, доклад! Костя! Так. Куда идем? Сюда. Зот, ровнись! Смирно! Знакомьтесь. Капитан Пашин. Капитан Карабанов. Майор Крюков, военная прокуратура. Ну, товарищи офицеры, рассказывайте, что у вас тут тряслось? ЧП произошло во время плановых мероприятий по стрельбе. Вить, расскажи, как было дело. Значит так, товарищ майор. Вот с этой позиции вел стрельбу сержант Еремин, пострадавший. Он получил ранение в левое плечо. Слева от него находился рядовой Никольский. Все остальные были справа. Что дальше? Была дана команда огонь. Неожиданно в процессе стрельбы рядовой Никольский стал приподниматься. Погодите, погодите. Что значит приподниматься? Да я сам не понял. Без приказа сел. Я скомандовал лежать, он подчинился. После этого взвод закончил стрельбу, я начал проверять оружие. Подошел к сержанту Еремину и обнаружил, что у него огнестрел. Так, капитан, позовите ко мне этого рядового. Никольский. Никольский! Я! Ко мне бегом! Есть! Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу капитану? Обращайтесь. Товарищ капитан рядовой Никольский по вашему приказу прибыл. С майором поговори. Рядовой Никольский, скажите мне, пожалуйста, почему вы поменяли положение во время стрельбы? Не знаю. Не помню. Результаты хотел посмотреть. Результаты. Понятно. Отведите рядового в машину. Пускай там посидит. Гавриш! Я! Разоружи крепыша и в машину его. Бегом! Есть! Держи. Прислали нам этого гада. Теперь хлебаем по полной чаше. Ну? Ну, ну. Товарищ офицер, что вы думаете по поводу произошедшего? Ну что, образцовая часть? Вольно. Допрыгались? Так провожаете до пенсии у своего отца командира? Ну, спасибо. Кошмар. На стрельбище ранили солдат, а пробито плечо. Я ему сделала перевязку. Руки его даже до сих пор дрожат. Я, конечно, военный медик, но боевые ранения видела в первый раз. Кого ранили? Сержанта Юрьевина. Скажи, ну как такое возможно? Они же в мишени стреляют, они друг в друга. А командиры где? Пашин твой ненаглядный. Капитан Пашин действовал холоднокровно и оперативно, но армия есть армия. Бардак есть бардак. Да ладно тебе. Слушай, а что-нибудь успокоительное у тебя есть? В смысле? Выпить. Есть пиво и шампанское. А покрепче? Водки нет. Ну, слушай, я же не шарко и одну рюмку. Тем более мне детей из сада забирать. Капитан Пашин попросил. СМЕХ Ах! Парень, ты сильно ранен? Не знаю. Ладно, сиди, не рыпайся. Да сижу, сижу. Ну и... Как вы думаете, кто мог стрелять в этого сержанта Ерёмина? Ну? Были какие-нибудь конфликты в части? Товарищ майор, в нашей части неуставные отношения исключены. Капитан, я вас не про это спрашиваю. Между ними конфликты были? Недавно Никольский и Ерёмин в строю потолкались. Ну, кто-то кого-то случайно задел. В общем, лёгкая потасовка. И всё? Всё. Толкнули. Лёгкая потасовка. За это друг в друга не стреляют. Согласен. Вить, позови Есупова. Сержант Есупов! Я! Сюда бегом! Есть! Товарищ капитан, сержант Есупов по вашему приказанию прибыл. Скажи, а Никольский с Ерёминым тогда в строю из-за чего побздорили? Не могу знать, товарищ капитан. Тимур, всё очень серьёзно. Пахнет дисбатом. Из-за новой продавщицы. Ерёмин сказал, что хочет её закадрить, а Никольский полез в драку. Так, погоди, погоди. А что, у Никольского какие-то отношения с продавщицей? Откуда? Когда драка произошла, она в магазине работала всего до третий день. Ну и что, что третий день? Погоди, за это время он мог зайти в магазин, познакомиться, разговориться, влюбиться. Не могу знать, товарищ майор. Давай, 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 Тимур, подробно вспоминай. Тут каждая мелочь может быть важна. В тот день, когда магазин открылся, мы попросили Никольского сходить за пивом. Так. Мы это кто? Я и сержант Ерёмин. Дальше. Ближе к отбою, смотрим, его нет. Егор сбегал за ним, в магазине его тоже не было. Он вернулся только после отбоя, но без пива. Слава богу. Но с бумагами для рисования. Так точно. Вы его ещё тогда в умывалке допрашивали. Мы не спали, всё слышали. А когда он в расположение вернулся, Егор спросил, а откуда бумаги? Ну, и что он ответил? Упали с неба. Так, а что за бумаги? Да вот. Давай в строй. Есть. Какой-то договор. Договор? Обожаю всеобщую истерику. У кого тут истерика-то? У всех. В воинской части переполох. Стреляли, ранили. Ура! Дурная ты, Наташка. А я, Наташка, понимаю. У тебя есть родители? В смысле? Ну, мама, папа, семья. Ну, конечно, есть. Я детдомовская. Будешь? Нет, нет. А сок у тебя есть? Да, сейчас принесу. Все идет, все по распорядку, а потом раз, и поход, и сердце из груди вырывается. А поход-то тут при чем? А при том, что интересно, и здесь тоже интересно, кто стрелял, почему, зачем. И вот мы сейчас сидим, выпиваем, а как будто бы в палатке ночуем. Светка, я тебя обожаю. Давайте лучше выпьем. А, давайте. Да, давайте. Ой. Так, капитан, вы что, думаете, действительно эти документы имели какое-то отношение к хранению сержанта Еремина? Не знаю. Если у вас будут какие-то мысли, сообщите мне. Товарищ полковник, я забираю рядового Никольского. На здоровье. До свидания. Вот такой геморрой из одного говнюка у клониста задушил бы своими руками, ей-богу. ТВОТ НА ПОЛЖАЙСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОН ... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Конечно, не вопрос Угу, давай Кто это звонил? Зуб даю, что это был капитан Пашин Да, Пашин звонил Сказал, что задерживается Просил пацанов из садика забрать Я же сказала, что заберу, он обещал Что? Что? А что он обещал? Позвонить, если понадобится Ну? Так он же и позвонил Только не тебе Света, сядь, пожалуйста Все 15 здесь Он закончил стрельбу и разрядил оружие Я лично видел, что же тогда получается? Получается Никольский ни при чем Но левее Ремина Был только Никольский, а дальше лес Кто же тогда стрелял? Значит, лес Выпей Помешалась со своим Пашиным Ничего не помешалась Просто знаешь, что он моя судьба Откуда же такая уверенность? Смеяться будете Я не смеюсь на чужую любовь А я так просто ухахатываюсь Наташа После детдома пошла в медучилище Параллельно подрабатывала с унитаркой в больнице Там была одна пациентка, бабуля Гадала всем желающим И вот она мне сказала, что у меня будет муж военный Именно Пашин Нет, она, конечно, фамилию не назвала Но Сделала кое-какие уточнения Сказала, что сначала при нем будет женщина Потом этой женщиной не станет И прямо на моих глазах Так и случилось И что так и случилось? Дурочка ты, Светка Никогда он на тебе не женится И знаешь почему? Он уже женат Что ты такое говоришь? Говоришь, что есть Женат на своей Ленке Ее уже давно нет Ну, вот такой вот парадокс Ее нет А он женат Ты что, с ума сошла здесь курить? Ненормально Здесь тоже не надо курить Придет капитан Пашин и закроет магазин Пашин, 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 Пашин Давайте выпьем, что ли? Давай О, дура, прости, Господи Интересно Света здесь Ну, она в подсобке обедает Света! Да, Галина Николаевна? Ну, что это за дурацкая записка Буду через сорок минут, ну Через сорок минут после чего? Как ушла? Ну, а ты пойдем написать Ладно, все, пойдем Дашь ничего не успокоительного Галина Николаевна Ну, что? А у меня все с собой Как это? Пойдемте Ой, девочки Ну, вы знаете, да, уже, что он? Угу Ну, в общих чертах Слушайте, ну, такое ЧП Сереже перед пенсией Я просто вообще Несчастный случай Боже мой Никто не застрахован Какой несчастный случай? Прокуратура говорит, что намеренно парня подстрелили Да что вы Нужно, а то она и прокуратура Чтобы предполагать худшее Ничего, разберутся Да пока не разберутся У меня уже все нервы кучатся Ну, тихо, тихо Вот, садитесь Ну, 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 успокойтесь Ну, что вы Все жилы дрожат Не знаю вообще уже что Господи Ну, давай уже твое успокоительное Где оно? Галина Николаевна Ложи, пожалуйста Ты с ума что ли сошла? А? Я ничего не понимаю Что это такое? Выпила я глоток И мне полегчало А ты чего сидишь? Если кто увидит, тебе же достанется Я на замок закрыла Да? Выпейте с нами Нет, нет Ну, давайте, давайте, давайте 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 А кто стрелял-то? Да вроде бы этот Художник-уклонист Из последнего пополнения Но его арестовали В город увезли В прокуратуру Нет Чего нет? Ну, в смысле Он не мог стрелять А ты это откуда знаешь? Мне просто кажется Что если человек художник То он не может выстрелить в кого-то Чего только не бывает На этом свете Ну, давайте, девочки Извините меня, ради бога Обеденный перерыв закончился И мне надо работать Да, конечно А как ты детей заберешь? Ты же пьяная Одевайся Если ты не заметила То я ни грамма не выпила Врешь Ну, если ты так думаешь То вру Девочки, не ссорятся Ладно? Не надо А давайте сейчас Все вместе пойдем На стрельбище И вы друг друга постреляете Очень смешно Глуп просто Кар-кар Перестань Правда, Наташа Галина Николаевна Душевная женщина Да удушья Галина Николаевна Галина Николаевна Субтитры сделал DimaTorzok Что это у нас за успокоительное такое? Это очень сильный настой валерьяны. В этом я просто расстраивалась, что будет а он, девочки, все. Да. Ох, Галя. Все, пока мне некогда. Оля! Оля! Да! Где кофе? Пять минут уже прошло давно, полчаса назад. Сейчас принесу. Алло! Алло. Это я. Слушай, тут творится черт знает что. Дениса арестовали, забрали в прокуратуру. Вот. Пожалуйста. Вот, отлично. Наконец-то драма. Поздравляю тебя, Макарова. Поздравляю, что это? Да какая драма? Для тебя драма, а для меня жизнь. Да погоди ты, не ори. Это событие. Ты находишься в эпицентре, что это? Это не тебе. Подписать. Собирай информацию, не теряй времени даром. Как я могу собрать отсюда информацию? Ну, скажи, как? Кто я здесь? Продавец в лабазе? Оля Горячий! Кому я могу задать все эти вопросы? Офицерским женам? Тупые гусы, не болтают языками, напились тут. Слушай, сделай что-нибудь, а. Я тебя очень прошу, у тебя есть связи, возможности. Подожди, я перезвоню. Не, нормально. Я слышал крики о помощи. Я не вас просила. Так если девушка кричит, помогите, умоляю, офицер не должен оставаться равнодушным? Что вам нужно, а? Водки. Только не говорите, что ее нет. Хорошо. Только это останется между нами. Потому что если Галина Николаевна узнает... Не узнает. Странная ты продавщица, ей-богу. Какая есть. Может, домой пойдем? Ну, какой домой? Вдруг из округа позвонят. Вопросы начнут задавать. Хочешь, тебе сюда ужин принесу. Я хочу знать, что мне отвечать на вопрос, по какой причине произошел инцидент. По какой причине? Один солдат стрелял в другого солдата из ревности к продавщице. Вот какая причина. Господи, а при чем тут продавщица? А при том. Потому что один из служащих показал, что именно из-за нее была драка. Это чертеж что, девятнадцатый век какой-то. Я даже уволить ее не могу. Она теперь для допросов нужна. А зачем ее увольнять-то? Вон, дураки подрались. Она что, виновата, что ли? А кто виноват? Я? Да ты тоже не виноват. Ошибаешься, лапушка. Именно я виноват. А не кто-нибудь. У нас куда ни плюнь, везде начальство виновата. Ты что, не понимаешь этого, что ли? Ладно. Есть, ты все равно будешь? Да? Ты дома? Как видишь. Что грустишь? О жизни. Бизнес не ладится. Ладится, не надейся. Да мне как-то... По барабану. Давай сегодня больше не пить. Я сегодня не пил. Я тебя очень прошу. Давай. Давай без давай. Дура. Какого черта? Ну, если я такой дерьмом, почему ты живешь со мной? Какого черта ты живешь со мной? Слушай, ну ладно, я неудачник. Ты же у нас бизнес-леди. У вас же деньги, возможности. Что не уезжаем? Что не уезжаем? Любишь меня? Нет. А я знаю. СТУК В ДВЕРЬ На, утешься. Благородно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Угрозы жизни нет. Была, конечно, кровопотеря, но организм молодой справляется. Да и сквозное ранение поспособствовало, если можно так сказать. Сквозное? Значит, пули нет? Нет, пули нет. А как думаете, из чего стреляли? Ну, я не специалист в этом вопросе, но насколько я разбираюсь, выстрелов много видел. Калибр точно не автоматный. Угу. Вот, вам сюда, в эту палату. А, спасибо. Угу. Товарищ капитан... Лежи, лежи. Ну, как ты? Да ничего, порядок. Меня тут обезболивающее колет, так что... Лежу, балдею. Угу. Вот, тебе, гостиница. Спасибо. Помнишь, как все произошло? Помню. Стрельбу окончил. Лежу. Вдруг Никольский приподнялся. Я на него посмотрел. И потом, как удар в плечо. Я даже сознание потерял ненадолго. Значит, в это время ты смотрел на Никольского? Так точно. Я вообще не понимаю, как он в меня выстрелил. У него оружия-то, по-моему, в руках не было. Значит, не он стрелял? Ну, как не он? Конечно, он. Вон следователь Крюков тоже так считает. Следователь Крюков? Угу. Ну, сам ты этого не видел. Не видел. А больше некому. Потом у Никольского на меня зуб. Из-за продавщицы. Из-за нее. Которой ты его послал за пивом. Виноват, товарищ капитан. Выходной. Решили с пацанами пиво выпить. Больше не повторится. Ну, про это пиво, когда поправишься, мы с тобой еще поговорим. Меня другое интересует. Я знаю, что ближе к отбою ты побежал за Никольским в магазин, но там его не обнаружил. А откуда вы это знаете? Знаю, знаю. Было такое? Было. Когда же Никольский успел познакомиться с новой продавщицей, чтобы на следующий день в строю так горячо за нее вступиться? Я после магазина всю воинскую часть оббегал. Даже на КПП заглянул. Думал, ну, вдруг он дурак, в поселок за пивом подался. На КПП сказали, его не было. Так, а я думаю, он в магазине был. В подсобке. Но продавщица еще нервничала. С чего ты взял, что нервничала? А я когда в магазин зашел, там светка с медсанчасти крутилась. Что-то языком трепало. А продавщица ей так, мол, когда ты отсюда свинтишь? Ну, это не значит, что в подсобке кто-то был. Ну, а где он тогда был? Привет. Пару шоколадных батончиков, пойду заберу пацанов. Пашин сам попросил. Я ничего не сказала. Думаешь, я ему навязываюсь? Слушай, если б ты знала, о чем я думаю... На. Вот и я, никому не навязываюсь. Мама! Здравствуй, моя хорошая девочка. Опа! Ну, как дела? Хорошо. Давай мальчишек заберем? Давай. Здравствуйте. Меня капитан Пашин попросил мальчиков забрать. Так их уже Светлана забрала. Сказала, что капитан в город уехал и поручил ей за ними присматривать. Понятно. Ну, счастливо. До свидания. Катя, осторожней. Что сегодня в садике делали? Играли. У меня не получается. Давай я попробую. Вообще-то так не делается. Капитан попросил меня забрать детей. А что, я не могу забрать из сада детей любимого человека? Поиграть с ними, угостить их вкусненьким. Свет, ты можешь любить кого угодно, но дети... Это тебе не игрушка. Запомни это, пожалуйста. Паша, Петя! Петя! А! Так, пойдемте домой поужинаем все вместе. Хочу мороженого. Я тоже! Сладкое после ужина. Ну что, отчитали тебя? Да ну ее. Правильно, аж тошнит. Капитан, что это значит? Это значит, я приехал забрать рядового Никольского. Капитан, а этот рядовой Никольский, он вам кто? Мой подчиненный. И все? Ничего личного? Что значит, ничего личного? Я несу за него личную ответственность. Нет, ну это понятно. Только непонятно, зачем вы за него хлопочете. Уклонист, презирающий армию. Можно сказать, раздолбай, которому батальон объявил бойкот. Человек, которому место на нарах. И если бы за него не вступились, он был бы не здесь, а где-нибудь подальше. Раненый Еремин сам подтверждает, что в момент выстрела у Никольского в руках не было вообще никакого оружия. Вы были в госпитале? Конечно. Еремин тоже мой подчиненный. Значит, вы хотите, чтобы рядовой Никольский вернулся обратно в часть? Да, если можно. Ну зачем вам это, капитан? Вы подумайте, что будет дальше. Начнутся опросы, допросы. Долгое, нудное следствие. А зачем? Когда и так ясно, что выстрелить мог только Никольский. Капитан, ты же нормальный мужик, ну я вижу, ну принципиальный, это очень хорошо. Но жизнь, она... Давай сделаем так, оставим все как есть. Ограничимся малой кровью. Малой кровью это Никольским? Именно. Отправим его туда, где ему самое место. И дадим части жить спокойно. Поверь мне, капитан, начальство тебе за это скажет большое человеческое спасибо. Согласен, капитан? Через пять минут ты отпускаешь рядового Никольского. Так? Если ты этого не сделаешь, я буду вынужден сообщить его родителям о беспределе в прокуратуре. А те, в свою очередь, я думаю, сообщат в комитет солдатских матерей. Ну а эти, сам знаешь, поднимут такой кибиш. Пресса, интернет, телевидение. Лишнее пятно на твоей блестящей карьере, майор. Оно тебе надо, а? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Молодец! Никольского ко мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поедешь обратно в камеру. Так что поблажек от меня не жди. Какой вы благородный, товарищ капитан. И знаешь что, следи за речью. Буду стараться. Заходи. С кем он там? По телефону, говорит. Я просто хотел узнать, продавщица, она откуда взялась? А тебе-то что? Ну, интересно. Я сейчас в магазин заходил. И слушаю, она по телефону в подсобке кричит. Офицерские жены все тупые гусыни, водку бухают. Говорит, совершенно не могу собрать информацию. Информацию? Информация какая-то нужна. Я вот думаю, она случайно к нам попала или кто-то заслал. Ты пил сегодня? Ерунда какая-то. Кто ее мог заслать-то? Да я откуда знаю. Просто решил сообщить тебе так, по-родственному. А ты не тыкай. Извините, Галина Николаевна. Просто решил вам сказать. Черт. Здрасте. Здрасте. Дай-ка мне палку колбасы. Ага. Все? Да. Давно хотела спросить тебя. А ты сама откуда приехала-то к нам? Из Питера. А чего это вдруг сюда, в медвежью нору? В Питере, что ли, работы нет? Ну, почему нет? Есть. Просто... Что? С родителями разругалась. И... А-а-а. Решила подальше от них уехать. Подвернулась место здесь, вот и все. Понятно. Рассорилась с родителями, значит, да? Да, надоела быть маленькой девочкой. А беспорядки почему у нас тут затеваешь, а? Какие беспорядки? Ну, шуры-муры разные с солдатами крутишь. Они тут из-за тебя стреляются. Одного вон в больницу увезли, другого в прокуратуру. Я-то тут при чем? Ни с какими солдатами я шуры-муры не кручу. Понятно, понятно. Значит, они просто так тут друг в друга палят, да? Ну-ну. Ясно. СТУК В ДВЕРЬ Я тебе вот что скажу. Зачем ты сюда явилась, не знаю. Но если ты собираешься опорочить нашу воинскую часть, предупреждаю сразу. Не выйдет. Ну, а теперь по делу. То есть все, что до этого было, не по делу? Мне надо знать, где ты взял эти листочки. Бумагу для рисования. Конкретно где. И не говори, что не помнишь. Давайте я тогда просто помолчу. Я знаю, в тот вечер, до и после отбоя, ты был в магазине. Кто вам это сказал? Значит, был. Не был. Ладно. Выходи, в магазин зайдем. Зачем? Боды купить. Так закрыто еще. Сейчас откроем. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Иду. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасте. Здрасте. Простите за беспокойство. Рядового жажда замучила. Можно две бутылки минералки? Что происходит? Да, конечно. Знаешь, Никольский, мне кажется, стреляли не в Ерюмина, а в тебя. Тебе просто повезло. Во время выстрела ты приподнялся, поэтому пуля попала Ерюмину в плечо, а не тебе в голову. Все это связано с документами, которые ты никак не можешь вспомнить, где нашел. Не могу. Сколько? 67. Сдачи не надо. Воду бери. Слушай, ну тут не все страницы, только первые, две последние. Договор подписан два года назад. Ну и чьи там подписи? От заказчика Гусев С.В. и генеральный бухгалтер Сизова. Но это не жена Пашина. Тут инициалы АА, а жену Пашина звали Елена. Подрядчик. Генеральный директор ООО Автодор Кузичев ММ. И что, Пашин считает, что кто-то покушался на твоего Дениса из-за этого договора? Слушай, прошло много времени. Никто никакого асфальта так и не положил. Ну сам подумай, кому сейчас это нужно. Погоди, погоди, Лика. Так может быть в этом-то все и дело? Договор подписали, деньги перечислили. А асфальт класть не стали. Ну хорошо, предположим, что это мошенническая схема. И что? Гусев провернул это дельце, заботясь о своей сытой старости. И ты считаешь, что это он стрелял к Денису? Вряд ли, конечно. Командир военной части меньше всего заинтересован в подобном инциденте. Стрельба, ранение рядового, разбирательство. Опять же, военная прокуратура. Нет, я так не думаю. Сейчас, я тебе призвоню, секунду. Там вас ждут на КПП. Спасибо большое. Вас ждут за дверью. А кто? Вам лучше знать. Спасибо. Привет. Садись давай. Неожиданно. А позвонить ты не мог? А у тебя телефон не работает. Странно. Знаешь, как мне на КПП плясать пришлось? И чего ты им наплел? Денег дал. Обижаешь. Сказал правду. Сказал, что здесь работает девушка, которую я очень люблю. По которой очень соскучился. Ну еще и денег дал. Ну зачем ты приехал? Между прочим, твоя мама попросила передать тебе кое-какие вещи. Ты извини, пожалуйста. Просто тут кое-что произошло. Да я слышал. На КПП солдатики болтают. А вот это лично от меня. Держи. Ой, Илюш, вот зачем? Вот пускай будет. На черный день, так сказать. Он и так наступил. Ну и тем более пей. Помнишь, что я тебе говорил? Желание исполняет. Не хватает тебе счастья, загадай счастье. Не хватает любви, загадай любви. Ну и если там удачи. Илюш. Значит, за удачу. Только не зажмурься, смотри, а то не сбудется. Знаешь что? Я выпью за нашу дружбу. Тоже хороший тост. Давай. Ладно. Я поехал? Я пойду. Давай. Пока. Пока. Товарищ капитан, во время моего дежурства происшествия не случилось. Рота готовится к отбой. Дежурный порой сержант Иисупов. Вольно. Готовься к отбою. Ты в канцелярию зайди. Есть. Готовься к отбой. Да. Разрешите? Давай. Товарищ капитан, сержант Иисупов по вашему приказанию прибыл. Слушай меня внимательно. Обвинение с Никольского сняли. Он возвращается в роту. Но следствие еще не закончено. Так что, чтобы я не слышал ни о каких случайных спотыканиях в строю и прочих ваших детских играх. Понятно? Так точно. Товарищ капитан, свободен. Есть. Вить, глаз с Никольского не спускай. Рототбой! Рототбой! С возвращением. Добрый вечер. Здравствуйте. А вы почему здесь? А так, короче. Помочь? Нет, спасибо. Там только вещи. Хотите, проверьте. У меня нет ордера на обыск. Можете обыскать и без ордера. Зачем? Ну как, выжищите какие-то бумаги, подозреваете всех. Не всех, а только рядового Никольского и, возможно, вас. И в чем же? В том, что вы что-то знаете об этих бумагах. Вы же меня уже спрашивали, я уже отвечала. Вас, кажется, Лика зовут? Да. Так вот, Лика, если вы вдруг случайно обнаружите эти бумаги, дайте знать. Хорошо. Спокойной ночи. До свидания. Слушай, если кто-то попадался в брючном кимоно, то ей давали карточку с таким напоминанием. Роскошь – наш враг. Алло. Алло. Интересно. Ликуся, солнышко, ну как ты? Илюша, ты до тебя доехал? Да, доехал. Все передал. Я тебя очень прошу, не давай ему больше никаких поручений, ладно? Я не хочу, чтобы он сюда еще приезжал. Я вообще не хочу его видеть. А что такое? Он тебя обидел? Это ты меня обидела, мам. Ты отправляешь ко мне Илью, пытаешься через него влиять на меня. Но зачем? Я уже приняла решение, ты прекрасно это знаешь. Стоп, Лика, перестань орать. Первое – мама волнуется. А второе – не смей хамить родным людям. А на третьей у нас что, пап? А в-третьих – мы тебя любим, дуру такую. Ты поняла? Все, конец связи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну как, всё в порядке? Спят? Спят. Я тебе тут ужин приготовила. О, спасибо. А где мой-то? А? Ночует в казарме. А чего это он? Ну так надо. Ладно, лишних вопросов не задаю. Ир, спросить хотел. Скажи, вот новая продавщица из магазина. Ты с ней общаешься? Да, хорошая девчонка. Красивая. Я не об этом. О чём? Мне кажется, она что-то знает о договоре. Ты можешь выяснить, что? Кость. Ира, поверь, я не сумасшедший. Я этого не сказала. Ну, тогда просто сделай, о чём я прошу. Хорошо, постараюсь. Спасибо. Подожди, подожди. Я никак не могу понять. Ты говоришь, что Денис нашёл бумаги в подсобке магазина? А тебе не кажется, что это очень странное место для хранения юридических бумаг? Кажется. А ещё мне кажется, что Паша нарочно запугивает Дениса, что это в него стреляли. На самом деле, просто докапывается до оставшихся страниц. Вот и всё. А почему бы тебе не отдать капитану эти страницы? Потому что я не могу. Ну, как ты не понимаешь? На обратной стороне этих страниц рисунки Дениса. Но капитан Пашин сразу же поймёт, что у нас с Денисом связь, что он сидел у меня в подсобке, что... Сейчас, подожди секунду. Сейчас. Не клади трубку. Лика! СТУК В ДВЕРЬ Это кто это от тебя так убежал? Не знаю. Может, это от тебя? Слушай, открой магазин, а? Так плохо выпить хочется. Сейчас, подожди. Угу. Сейчас. Возьми. А, сколько я за это должна? Нисколько. Спасибо. Пока. Да, я здесь. Что там вообще происходит? Да ничего. Просто кажется, Денис приходил, а эта медсестра, дурочка, его вспугнула. Ладно, всё, я позвоню ещё. Пока. ПОТОМОБИЛЕЙ ПОТОРА ТЕЛЕФОННЫЙ ПОТОРА ТЕЛЕФОННЫЙ ПОТОРА Попробуешь уйти, я подниму тревогу. Зачем? А за так. Чтоб тебе жизнь мёдом не казалась. Вау! Оригинально. Спокойной ночи. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Привет. Привет. Не спишь? И я не сплю. Я войду. Редкая гадость эта твоя текила. Как ты её пьёшь? Я не пью. Почему? Мне её привезли просто вместе с вещами. Слушай, говорят, что текила исполняет желание. Что за ерунда? А как? Ну, надо загадать желание. Выпейте, не поморщится. Тогда исполнится. Гадость. Ну, не пей. Тебе легко говорить. Слушай, ну... Ну, что за беда с этим капитаном Пашиным? Не надо смеяться. Я не смеюсь. Я просто пытаюсь тебя понять. Допустим, ты его любишь. Хотя я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Хорошо. Допустим, ты его любишь. Но он тебя нет. Почему? Ну, не знаю почему. Чужая душа потёмки. Особенно душа капитана Пашина. Он хорошо ко мне относится. Да. Просто он решил сохранять верность своей жене. Ну, тем более. Если он так решил, ну, зачем он тебе нужен? Ну, посмотри, сколько парней вокруг. Ну, переключись ты на них. Оставь ты его в покое. Один человек сказал, не надо бояться трудностей, надо уметь учиться их преодолевать. Да. Только он имел в виду другое, Свет. Работу, место под солнцем, что угодно, но только не любовь. Почему? Ну, потому что любовь – это не война, Свет. И даже если ты захватишь своего врага, он всё равно не станет твоим. Ну, пойми ты. Ну, перестань. Спокойной ночи. Отлично. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да что ты? Некорский, а ну, вставай. Ты как, не ушибся? Никак нет. Ага, устал? Никак нет. Тогда вперёд, догонять товарищей. Бегом! Есть. Привет. Привет. Чего изволите? Молоком. Угу. А ещё чего? Обсянки. Так. И? И... Ну, не могу я так. Я не умею прикидываться. Не могу. Почему ты должна прикидываться? Потому что меня Костя Пашин попросил тебя узнать. Не знаешь ли ты чего об этом договоре? Ну, об этих чёртовых бумажках насчёт асфальтирования дорог. Ир, скажи, пожалуйста, с чего вдруг капитан Пашин решил, что этот договор мог оказаться здесь, в магазине, а? Это что, администрация или бухгалтерия, я не знаю. Ну, нет, конечно. Ну, нет, конечно. Ир, может, бывшая продавщица имела какое-то отношение к юридическим документам, но я нет. Да что ты? Ты знаешь, что здесь до тебя работала? Манька Ефремова. Она же из посёлка вообще дура дура и полная. Она с солдатами заигрывала всегда. Кокетничала, водку с ними пила. А ты говоришь про какие-то документы. Тать Ира, там Катя упала и голову разбила. Что здесь? Катя, девочка моя, что случилось? Он меня толкнул, я прямо головой обугал. Вот вода. Что же мне делать? Салфетки. Карабанов намажу в браске Пашин там же. Свету позови. Да какая Света? Мне её в травмпункт везти надо, на сотрясение проверять. Позвони Наташе, она отвезёт. Ты молодец. Да. Алло, Наташа, ты дома? Нам нужна твоя помощь. Да, хорошо, сейчас придём. Послушай, с ребятками побудь. Отведи их домой, пожалуйста. Я могу погулять с ними? Нет, лучше домой. Я волнуюсь, вдруг что ещё случится. Держи. Так, всё, всё, не плачь. Мама! Она теперь умрёт? Ты что говоришь такое? Конечно, нет. Всё будет хорошо. Чтобы успокоить, нужен шоколад и чипсы. И лимонад. И лимонад. Эх, ты извинился бы хотя бы перед Катей. Лимонад. Когда мы обедаем, мы смотрим мультики. Такое правило. Ну, хорошо. Значит, будем смотреть мультики. На, держи. На, держи. Лимонад. Лимонад. На, держи. Ой. И это всё по ней. Поourк, он-? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никольский! А ты что, заблудился? Никак нет. Красиво очень, товарищ капитан. Да, красиво. Группу догонять бегом. Марш? Есть. Бегом! Давай, 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 пошёл! Чего тормози мне, Никольский? Догнай группу! Ты что-то не понял? Давай! Через шаг! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, отдыхать? Ну да, отдыхать. Взвод в расположение, Юсупов старший. Правое плечо вперёд! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, смотреть же надо за ребёнком. Да всё хорошо. А мои где? Дома. За ними Лика присматривать, продавщица. Малыш, ну покажись. Здравия желаю, товарищ капитан. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А у нас всё хорошо. Я вижу. Ужинали? Ну да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А суп ели? А у вас есть суп? Конечно. В холодильнике. Нет. Мы мультики смотрим. Только после супа. А они вам что наплели? Что еда только под мультики. Если грустно, надо есть сладкое. Главное, я повелась. Извините. Ничего страшного. Спасибо вам. Угу. Спокойной ночи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слышь, художник, кончай скрипеть. Рисовальщик, блин. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алиев! Да? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Плотнее укладывай. А куда плотнее? Пазары не разводи. Видите? Понял. ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА Угу. Ладно, занимайтесь. Гавриш, что ты ее как девочку хватаешь? Аккуратнее, чтобы не сорвать. Урод. Это почему это я урод? Чего? А армия тебе дурацкая. В Егора стрелял. Кто ты после этого? Армия дурацкая. В Егора не стрелял. Не стрелял я в Егора. Урод. То есть это уже не важно, да? Все дело в твоем нечеловеческом уважении к вооруженным силам, так? А стрелял я в Егора, не стрелял, это уже дело десятое, да? Закрой пасть, придурок. Да и тебе не хворать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаю. Галина Николаевна, дежурный по КПП, рядовой Михайлов. Тут приехали из военной прокуратуры, командир участия. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сереж! Секунду. Приехали из военной прокуратуры. Так, я перезвоню. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, здравствуй. Заслуженный отдых. Поверьте, товарищ полковник, мне тоже все эти разбирательства ни к чему. У меня был простой вариант, можно сказать, элементарный. Не, ну, может быть, не совсем законный, но по сути-то справедливый. Отправить этого уклониста Никольского куда-нибудь подальше. Что же вам помешало? Капитан Пашин, он выступил категорически против. Можно сказать, заставил меня, единственного обвиняемого, отправить к вам в часть для прохождения дальнейшей службы. Не понимаю, как он мог вас заставить? Он изложил в письменном виде свои аргументы. Вот, познакомьтесь, товарищ полковник. Чего тебе? Ничего. Просто пришел узнать, что происходит. Вся часть на ушах. А любишь ты сплетни разносить? Кто я? А кто я? Слушай, иди отсюда, не мешай, а. И вообще, постарайся не нажираться в ближайшие дни. Не позорь меня, племянничек. Мне пришлось согласиться с капитаном, поскольку мне неизвестны дальнейшие его действия. Кто знает, может, он опубликует свое заявление в какой-нибудь желтой газете или выступит в интернете с обвинениями в адрес военной прокуратуры. Сейчас все правдолюбцы. Время такое. А мне, товарищ полковник, все эти неприятности ни к чему. Ну, хорошо. Главный подозреваемый продолжает службу здесь, так? Да. Можно сказать, под рукой. Ну, так давайте действовать в этом направлении. Есть доказательства на этого говнюка или нет. Найдем. Я уверен, это его рук дело. Но я никому, слушайте, никому не позволю поганить репутацию воинской части и в том числе капитану Пашину. Я вас понял, товарищ полковник. Привет. Здрасте. Нашла листки? Какие листки? Ну, те, что Паша нащит. А это не ваше дело? Не мое. Вы брать что-то будете? Пшено. Да. Разрешите? Давай. Товарищ капитан, сержант Исупов к вашему приказанию прибыл. Где Никольский? В радиоклассе. Гусеву в кабинет его срочно. Есть. Скандал в благородной воинской части. Ну, что-то вроде. Как живешь, Костя? Живу. Лаконичный ответ. Главное, образный. Как умею. Извини. Я не стрелял в сержанта Еремина. Это все, что мне известно. А кто же в таком случае стрелял? Это мне неизвестно, товарищ полковник. Так, давай по существу разговаривать. Вот схема боевых стрельб. Вот направление стрельбы. Здесь находился сержант Еремин. В него стреляли слева. Но, как мы помним, слева лес. Ближе всего от леса к нему был ты. Вот и спрашивается. Кто же в таком случае стрелял? Товарищ полковник, это не моя обязанность. Оправдываться, искать подозреваемых. Презумпция невиновности действует в армии. Она действует. Ты не обязан. Мало того, ты можешь даже хранить молчание. Но в твоей ситуации я тебе не советую так делать. А какая у меня ситуация? Да ты уклонист, понимаешь? Уклонист. Твою мать. Строит из себя тут зайку-незнайку. Вот ты бы сейчас где сидел. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Можно бутылку минералки? Да, конечно. Следователь приехал из прокуратуры. Допрашивает Никольского. Хотят выстрел на стрельбище на него повесить. Но фишка в том, что стреляли как раз в Никольского. Зачем вы мне все это рассказываете? Сколько? Двадцать. Вот, без сдачи. А рассказываю это вам к тому, чтобы вы все-таки поискали эти бумаги. Поискали и нашли. Хорошо. Спасибо. Никольский, скажи мне, пожалуйста, кто твои родители? Люди. Хороший ответ, товарищ полковник. Молодец. Правильно. А по профессии кто? По профессии. Мама. Преподаватель младших классов. Преподает ИЗО. А, так она художница. То есть ты в маму пошел? Можно сказать и так. А что папа? Папа. Он много чем занимался. Служил в танковых войсках. Работал в геологической партии. Сейчас работает в Санкт-Петербурге. Водителем. Водителем. Все? Все. Я тебе тогда напомню. Последнее место работы твоего отца. Инкассаторская контора. Так вот, я уверен. Все ясно. Что твой отец очень хорошо умеет обращаться с оружием. Угу. Ведь так? Капитан! Капитан! Слушаю, товарищ полковник. Завтра майор хочет провести следственный эксперимент. Требуется содействие. Капитан, у вас есть какие-то возражения? А что, уже есть результаты баллистической экспертизы? Ты давай-ка не указывай, как работать специалистом. Им виднее. Товарищ полковник, это нормальный вопрос. Я отвечу. Работа от баллистической экспертизы будет готов через две недели. Мы делаем все, что должны делать. Капитан, завтра предстоит большая работа. Разрешите идти? Свободен. Пока. Тебя отпустили. Кокошка, мышку. Дай телефон. Отцу надо позвонить срочно. Конечно. На. Все хорошо будет. Конечно. Все будет хорошо. Алло, отец. Да? У меня мало времени. Сейчас послушай меня внимательно. Слушаю. Кто это? Они через меня решили докопаться до тебя. До меня? Ты прости меня, пожалуйста. Прости. Ничего. Ты там держись, сынок. Это что, Денис? Это Денис? Ой, ну что ж ты поговорила? Я что, посторонняя? Он сказал, у него мало времени. Ну, набери мне его номер. Я хочу хотя бы голос его. Хочу, хочу. А если ты его подставишь? У него и без тебя полно неприятностей. Каких неприятностей? Надо отдать Паше на эти страницы. Зачем? Чтобы он доказал, что это не ты стрелял, а в тебя. Ты пойми, что никто ничего здесь доказывать не будет. Все заодно. Если ты отдашь эти страницы с моими рисунками, все поймут, что мы в одной связке. Пожалуйста, не отдавай ему эти страницы. Я поняла. Будет хуже. Я поняла. Все. Хороший мой. Давай. Все будет, только хуже. Я поняла. Давай. А я тебя ищу. А я и не прячусь. В магазин зашел. Нельзя, что ли? Да мне пофигу. Начальство сказало из тебя глаз не спускать. Ну, повезло тебе с начальством. Это тебе повезло. ТЕЛЕФОННЫЕ ПОДПИСМЕНТЫ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушай, тут происходит какой-то ужас. Ну, если дело в договоре, отдай его Пашину. Боишься подвезти Дениса, сделай ксерокопию. Самое главное, чтобы Пашин узнал, что договор подписан командиром части. Так он потянет за ниточку, а мы со своей стороны. Ладно. Каковы ваши дальнейшие планы? Утром следственный эксперимент. Соответственно, остаюсь в части. Если вы не против. Да ну что вы, я за. Что-нибудь перекусить дадите, если. Буду вам очень признателен. Не вопрос. Галя! Майор остается у нас. Собери что-нибудь нам. Ну, поляну накрой, да побыстрее. Сейчас все будет. Где продавщица, не знаешь? Здравствуйте, Галина Николаевна. Магазин заперт. Мне вели на поляну накрывать. Куда она делась-то? Не знаю. Ой, черт, зараза. Магазин заперзил. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здрасте. Это посёлок не подбросите? Конечно, садитесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Тебе кого? Ну, если ты Маша Ефремова, то тебя. А ты кто? Я коллега твоя в магазине работаю в части. Я насчёт документов. Не знаю я. Никаких документов. Никто мне ничего не приносил. Подождите, ну там подпись стоит главного бухгалтера Сизова АА. Может быть, это она спрятала? СМЕХ Что? Где спрятала? В коморке? СМЕХ Ну да. СМЕХ ФИФА вечно. Маникюр у неё, причесон, тухмана мирозит. Ой, да в магазине-то всего пару раз и появлялась-то. И ни здрасте тебе, ни до свидания. Машка, ёк-махарёк, ты где шляешься? Чё вылез? Тварь ты такая. Здрасте. А эта кто такая? Иди, не позорься! Иди! Не толкайся. Ну, вот она вошла. И что? Что? Воды купила. А во второй раз коньяк. И то не для себя, а для этого лысого. Ну, Шарко. Во-во-во, да-да-да. Потом она вообще уволилась. И, говорят, она куда-то уехала. Не знаю, то ли в Волокду, и в Питере. Ну хорошо, не важно. А что Лена Пашина? Леночка? Леночка, да. Да, она часто приходила. И в тот день, когда погибла, она тоже заходила. Но она какая-то была нервная, встревоженная. Мне кажется, она предчувствовала. А что это значит, встревоженная? А в чем это проявлялось? Ну, она когда зашла, ее там кто-то окликнул. Кто-то позвал, так она... Ой, аккуратно. Да. И она закричала, сейчас подойду. Не знаю, потом как-то она остановилась, даже побледнела. И на меня что-то наехало непонятно. Как будто бы у меня товар просроченный. А вы не помните, кто ее окликнул? Да я и не знаю, кто там ее звал. С улицы кто-то. Я и не видела, я и не знаю. Так и она мне и говорит. Дай мне, говорит, чипсы. Ну, я дала ей чипсы, она смотрит, говорит, просроченные. Говорит, дай другие. Ну, я дала другие, она смотрит опять просроченные. Говорит, дай, я сама пойду посмотрю. А куда она пошла-то искать? Подсобку. В коробке и взяла, не знаю уж. Они все из одной партии были. Так получается, что она в этой подсобке была одна, что ли, без тебя? Ну да, а что? Я же ее знаю. Она женщина приличная. Она не украдет. Ну, понятно. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Удачи. Здравствуйте. Добройся до военной части, а? Не могу, дочка. До развилки довезу. Ну, хотя бы. До свидания. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да? Алло, я кое-что узнала. Ха-ха, привет, шпион. Ну, как дела? Давай рассказывай. Я сделала ксерокопии, это раз. Два, встретилась с бывшей продавщицей и кое-что узнала. Оказывается, день своей гибели жена Пашина забежала в магазин. Ее кто-то преследовала, она придумала повод, чтобы зайти в подсобку. И спрятала, видимо, этот там чудный договор. Ты понимаешь, ее кто-то преследовал. Алло! Помогите! Что там происходит? Помогите! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Помогите! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лика! Все в порядке? Да. Жди здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто это был? Я не знаю. Он погнал за мной на машине, чуть не сбил. Номер запомнила? Нет. А машина какая? Джипси, Лёв. Зелёный. Зелёный. Чёрт, я телефон потеряла. Ну ладно, ладно. Главное, с тобой всё в порядке. Я знаю, просто испугалась очень. Если бы не он вообще убил меня. Ну всё, всё. Пойдём отсюда. Поехали в часть. Осторожней. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Взвод! Уравнение налево! Вольно! Вольно! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лика, вам надо в санчасти. А, нет-нет, со мной все в порядке. Ну, смотрите. Я только переоденусь и в магазин сразу. Ладно. Товарищ капитан. Да? Я буду разбирать подсобку, там завал такой, коробки, пакеты. В общем, если я найду эти документы, которые вы ищете, то я обязательно вам скажу. Спасибо. Вам спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Галина Николаевна, продавщица-то наша явилась. Отлично. Где шлялась? Не знаю где. Только пришла, но с капитаном Пашиным. Ой, Дареха, да успокойся ты. Прямо затряслась. Пашин приличный мужик. Он глупостями заниматься не будет. Ох, не знаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, отвечай. Дай мне бутылку коньяка и фруктов набери посвежее. Яблочек там и пару лимонов. Праздник, что ли, какой? Тебе какая разница? Не слишком ли это любопытно для продавщицы? Я просто спросила. Я же тебя не спрашиваю, где и с кем шлялась ты во время обеденного перерыва. Я, в отличие от тебя, информацию не собираю. Спасибо. Да, пожалуйста. И чего с ней? А если до КАИС прокуратуры угостить надо? А магазин все закрыт и закрыт. Любой разозлится. А ты, я смотрю, тоже не очень довольна, да? Недовольна. А я видела, как ты явилась в счастье вместе с капитаном Пашиным. И что? А то, что я тебя сразу насчет него предупредила ты. Где ты с ним была? Слушай, это смешно. Я не собираюсь перед тобой отчитываться, где и с кем я хожу. Поняла? Брать что-то будешь? Нет. Алло. Я вас слушаю. Кто это? Ну, кто, кто? Лика. Господи, Лика! Ну, куда ты пропала? Что происходит? Сначала какой-то шум, шаги. Потом короткие гудки, теперь новый номер. Что происходит, я тебя спрашиваю? Это мобильник, который родители для Дениса передали. А свой я разбила, пока дралась с маньяком. С каким еще маньяком? Ты что, с ума сошла? Быстро вызывай полицию, иду я оттуда. Тихо, тихо, да. Все в порядке. Жива, здорова. Пока я была в лесополосе, на меня кто-то напал, а в это время кто-то другой рылся в моей комнате. Послушай, мать, мне все это не нравится. Зато я в восторге. Ладно, пойду работать, потом еще перезвоню тебе. Подожди! Черт знает что! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Вот, нашла! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Откуда ты знаешь нашу продавщицу? А кто тебе сказал, что я ее знаю? Да ладно. Я видел, как вы друг на друга смотрите. Какое тебе дело, кто и как друг на друга смотрит? Отставить базар! Продолжаем работать! А! Черт! Черт! Ты чего? Кажется, ногу сломал. Товарищ капитан! Ну что опять, Юзупов? Никольский! Говорит, ногу сломал. Наступать можешь? В санчасть его! Живо! Давай сюда. Ну что встали воины? Продолжаем ратный труд. Есть. Можно? Да. Свет, куда это тело? А что случилось? Ну с ногой что-то. Подвернул. Проходи. Я на улице подожду. Угу. Ну, чего там у тебя? Давай. Развяжешь? Вот ведь оно как. Вот так сюрприз, понимаешь. Насмешка судьбы. Два месяца до пенсии. Отличная часть. Я уже думал, уйду с почетом, с премией и так далее. А тут на тебе, получай. Не будем расстраиваться раньше времени. Ну а что мы будем? Будем работать. Устанавливать истину. Завтра проведем следственный эксперимент. В Питере допросят отца Никольского. Я уже с ними связался, отправил запрос. Думаю, удастся доказать, что стрелял подозреваемый или третье лицо, связанное с ним. О, а вот это хорошо. Вот молодец. Своевременно. Товарищ полковник, было бы очень хорошо, если бы вы созвали весь офицерский состав роты. Если надо, пожалуйста. Нет, нет. Неофициально. Мы сидим в теплой дружественной обстановке. И может, кто-то что-то слышал, видел, а? Вы знаете? Да. Капитан Шарко слышал, как продавщица с кем-то говорила по телефону. И что? Ну, она кричала, что не может собрать информацию. Собрать информацию? Продавщица? А, Шарко еще тот сплетник. Да? Ее племянник, потому и терплю. Нет, конечно, он любит посплетничать, я не спорю, но продавщица тоже себя очень подозрительно ведет. Она вопросы какие-то странные задает, сует свой нос куда не надо. О! А потом вдруг раз магазин закрывает и убегает. Очень интересно. Вы знаете, товарищ полковник, вы неправы, потому что сплетни – это тоже информация. Вы позовите, позовите своего племянника и скажите, что мы тут посидим в неформальной обстановке, обсудим наши грядущие проблемы. Да, товарищ полковник? Угу. Да. Алло, Макарова? Ну что ты там, еще жива у меня? Вот ты неугомонный, нормально все. Все со мной хорошо. Слава богу, капитан Пашин оказался рядом. Послушай меня, это все не случайно. Ты была в поселке, делала копия этих страниц. Вот в это самое время за тобой могли следить, понимаешь? Только в это время в моей комнате кто-то искал этот договор. Нападение здесь совершенно ни при чем. Так, 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 так. Знаешь, что сделай? Сделай все описание вот этих предыдущих дней и отправь мне, хорошо? Как бы краткое содержание предыдущих серий, понимаешь? То есть ты боишься, что со мной что-то случится и у тебя не окажется материала? Вообще-то я волнуюсь за тебя. Но упустить такой материал было бы достаточно глупо, согласись. В общем, самое главное, береги себя. Да я буду. Особенно я буду бояться цвета из моей санчасти. Так что, если что, знаю, кого винить в моей смерти. Понял. Давай, пока. Ну как? Все сделано. Покажи. Говорят, ты художником был? Почему был? Ну, на гражданке художником работал. Для тебя это должность? Слушай, а ты по-простому умеешь говорить? Умею, спрашивай. Ну вот ответьте мне, как художник. Я урод. Кто тебе такое сказал? Ну вот опять вопросом на вопрос. Я говорю, ты отвечаешь. Ты не урод. А какая красивая? Никакая, средняя. Ты очень красивая. Разрез глаз у тебя. Красивый. И нос. Такой правильной. Правильной формы. Нарисовал бы твой портрет. Правду говоришь? Абсолютную. Вписал бы тебя в пейзаж. Да не надо меня никуда вписывать. Я и так проживу. Все, можешь уйти. Господи, боже мой. СТУК В ДВЕРЬ Юсупов! Ну где вас носят-то всех? Давай, капитана Карабанова, в штаб. Хорошо, Галя Николаевна. Давай. Да шевелись ты, Юсупов! Фильтры все поменяй. Понял? Чего, как он? Да нормально. Товарищ капитан, Галя Николаевна просит вас подойти. За старшего остаешься. Так вы же сказали, Никольскому дождаться. Да куда он денется, твой Никольский? Ну что с ним? Да нормально все. Давай быстрее. Ну что ты, ну где ты ходишь-то, Господи? Приказ полковника Гусева капитану Пашину через сорок минут явиться в кабинет командира части для беседы со следователем прокуратуры. Да, беседа пройдет в теплой, дружественной обстановке. Понял меня? Понял, Галя Николаевна. Твоя задача немедленно поставить в известность капитана Пашина и капитана Шарко. А то я че-то до них дозвониться не могу. Сделаю. Да, кстати, ты тоже приглашен. Спасибо. Не за что. Все, время не в обрез. Давай выполняй. Есть. Наступать не больно? Нормально. Легкая рука у тебя. Спасибо. До встречи. Пока. О, ну где ты ходишь? Что? Не найти, не дозвониться. Что случилось? Иди уже, все собрались. Да. Извини, товарищ полковник. Ну, проходи, Шарко, садись. На, наливай. Товарищ майор, позвольте выразить вам нашу всеобщую признательность за то, что вы, так сказать, помогаете нам отстоять честь нашей родной, образцовой, воинской части. Спасибо, товарищ полковник. Спасибо за приятные слова. Капитан. Не хочу. Но я вам хочу сказать, друзья мои, что без вас, без вашего участия мне не обойтись. Так вы скажите, что нужно делать? Мы вроде как все готовы. Ну, картина преступления в общих чертах мне понятна. Может, товарищ майор, вы нарисуете нам эту картину? Капитан, вы хотите, чтобы я вам нарисовал ее? Изобразите. Паша, ну не забегай. Не забегай. Да ничего, ничего, товарищ полковник. Я нарисую вам эту картину. Только мы прежде выпьем. Хоть я и не художник. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, пожалуйста, привет. 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 А что с тобой? Да ерунда, плевать. Иди сюда. Да что с тобой? Ерунда, иди ко мне. Да что ты делаешь? Ну, нельзя. Ну, что ты делаешь? Сейчас кто-нибудь придет и увидит. Да что мы будем делать? Плевать. Денисонька, я тебя очень прошу. Ну, надо. Ну, пожалуйста. Извините. Вы открылись? Да, конечно. Мне воды, пожалуйста, дайте. Двадцать рублей. Спасибо. Спасибо. Не за что. Вермишель. Давайте захватим его в плену. Давай. Надо задержаться и запросить его. Стоять. Ты ранен. Руки вверх. Не пропустим. Ты меня, конечно, извини. Но когда вы успели? Ира, он мой жених. Я сюда к нему приехала. Ну, ты смелая. В чем же смелость? Ну, как? Ты оставила большой город. Поселилась здесь, в воинской части. Еще шухериться везде приходится. Я бы так не смогла. Не сумела бы. Только, Ирочка, пожалуйста, никому, ладно? Никто не узнает. Слово жены офицера. Вот что. Вот ключи от моей квартиры. Зачем? Не надо. Между ужином и отбоем рядовым положено свободное время. Ир. Мой. Допоздно на дежурстве, а я с детьми погуляю. Спасибо. У тебя час. Спасибо. Ты наш или вражеский? Сложный вопрос. Если не наш, мы тебя застрелим. Вот это правильно. Стой, я сказал. Вольно. Стреляю. Выстрел был произведен из пистолета системы Макаров. Пуля девять миллиметров. Это произошло в тот момент, когда Никольский приподнялся. Как мне стало известно, отец Никольского до недавнего времени работал в инкассации. То есть он имел дело с оружием? Совершенно верно. Я думаю, что Никольский обратился по поводу обиды к своему отцу. И отец передал ему пистолет, из которого и был произведен выстрел. А может быть, сам отец стрелял по предварительному сговору со своим сыном. Что самое важное, они не хотели застрелить сержанта Еремина. Просто ранить, чтобы вывести из строя. Товарищ майор, ну хоть дослушай, Пашин. Да ничего, товарищ полковник. Я, в общем, все закончил. Я вас слушаю, капитан. Во-первых, Никольский не мог связаться с отцом. Вот как. Дело в том, товарищ майор, что рядовой Никольский не имеет доступа к средствам связи. Он не мог взять телефон у сослуживцев, мы это контролируем. А выход за пределы гарнизона ему запрещен. А во-вторых, вы пистолет нашли? Пистолет я не нашел. Товарищ полковник, я пойду мне детей забирать. Увидимся завтра. Капитан Пашин. Вот характер. Скажите, а что, другой возможности позвонить у него не было? В смысле? То есть? Ну, часть не бездобрых людей, у нас же обслуга. Да кто угодно мог дать телефон. Ну, медсестра. Продавщица, кстати. Кстати, по поводу продавщицы. Вы, говорят, слышали какую-то информацию? Да, я слышал. Зашел в магазин и слышал, как она там вопит. Что, мол, ну не могу собрать информацию. Собрать информацию? Собрать информацию. Какую информацию? Ну, привет. Давай, проходи. Привет, мой. Я рад, что я здесь не сослужился. Подожди, пожалуйста, Денис. Тихо, тихо, тихо. Проходи. Ну что, скромненько и без вкуса? Нормально. Военная часть, чего ты хочешь? Живут как могут. Интересно, а что заставляет женщин выходить замуж за военных? Любовь. Любовь. А может, низкая самооценка? Слушай, человек решил нам помочь. Чего-то о самооценке. Подожди, пожалуйста, Денис. Тихо. Прошу уже, подожди. Так, подожди. Ты же сама попросила эту жену офицера дать нам ключи от этой квартиры. Я ее не просила, она сама дала. Сама дала? А ты не просила? Да. А если она нас даст? Если это засада? Вдруг настучит на нас? Ну какая засада? Ну что ты говоришь? Она дала слово жена офицера. А, это аргумент. Иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Товарищ полковник, спасибо за теплый прием. Вам спасибо за ценную информацию. Увидимся завтра. В девять часов. На стрельбище. Сергей Викторович. Разрешите идти? Сереж, ну что? Капитан Пашин. Мать его. А что происходит? Ничего. Ты приехала в эту военную часть. Устроилась на работу, черт знает кем. Нормальную работу продавщице я устроилась. На меня посмотри. Это сейчас что? Я не понимаю. Ты зачем сюда пришла? Ты договорилась об этой квартире. Я сюда пришел. А теперь стоишь с таким лицом, как будто я тебя изнасиловать хочу. Зачем? Прячься. 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 Ира, это я. А Иры нету дома. А это кто? Лика. Какая Лика? Ну, продавщица из магазина. Откройте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Я в гости зашла просто. А хозяева где? Ира дала мне ключ и попросила дождаться ее. У меня нет привычки заходить в чужой дом без разрешения. Вы уж поверьте. Я верю, верю. Вы в подсобке порядок навели? Еще не успела, но обязательно это сделаю. Не переживайте, просто руки не дошли еще. Ладно. Всего хорошего. Спасибо. Ушел? Ага. Что он спрашивал про подсобку? Просто обещала навести там порядок. Если найду страницу договора, то отдам их ему. Ты не переживай, я сделала ксерокопии, так что твои рисунки никто не увидит. Сильнее я даже. А я не хочу сильнее. Ну, тогда я с тобой не буду кататься. Паша, Витя. Папа, привет. Домой, домой, домой. Пошли. Папа, привет. Ого. А я думала, вы у начальства допоздна сегодня. А ты в курсе, что у тебя в квартире наша продавщица? Да. А что, она не одна? А с кем она должна быть? Ни с кем. Я просто подумала, вдруг мой Карабанов домой вернулся. Карабанов в казарме до 12. Может, с ними еще немного погуляем? Крепче спать будут? Мне их еще купать. Я воду поставил греть. Так что... Хорошо. Ну, пока. Катя, Катя, на свидание. Мы сейчас купаться будем? Конечно. Да ты пойми, что Пашин забрал у меня оригиналы страниц. Если ты отдашь ему ксерокопии, то сразу будет понятно, что это лажа. Начнут копаться, сразу докопаются до подсовки. Лиз, как ты не понимаешь, а? Начальник части связан с финансовыми махинациями. Если Пашину удастся это доказать, то с тебя снимут все обвинения и отпустят. Отстанут, ясно? А с чего ты взяла, что Пашин будет что-то доказывать, а? Да ему все равно. Им тут всем все равно. Нет. Все тут одним миром мазаны. Да, поет тебе сказки только для того, чтобы раздобыть этот документ. Перестань, а? Это неправда. Правда. Нет, неправда. Правда, Лика? Нет. Правда. Я тебе говорю, пока этот договор у нас, мы с тобой в безопасности. Если ты его отдашь, ты подставишь. И себя, и меня. Не догонишь. Нет, догоню. Голодная? Тихо. Сейчас что-нибудь придумаем. Товарищ капитан. А? А где Ира, вы не знаете? Она с дочкой гуляет. А что? Ясно, спасибо. Спасибо. Ага. Осторожно. Эй! Давай напередуем к Иву. Давай. Заходим. Денис, я пойду поднимусь к Пашину, ты до 4 до 10 и уходи. Не отдавай ему договор. Хорошо, не отдам. Слово. Тебе на крови поклясться? Не пригодимся. Денис, он отдам. Так, в гости, кто что-то... И kilometres пять. Говорят. Говорят. И это очень интересно. Хоть сменяется сделать. Товарищ капитан, можно войти? Да. Лика, привет. Что принесла вкусненького? Сегодня с пустыми руками уж, извините. Быстро в ванну. Не догонишь, не догонишь. Товарищ капитан, Иры до сих пор нет, я ключ для нее оставлю, ладно, в коридоре. Лика, помогите поймать этого бандита. Хорошо. Хулиган, иди сюда. Не поймаю. Ну-ка, иди сюда. Спускайся, ла-ла-ла, давай, иди ко мне. Вот так, молодец. Вперед. Убежал, убежал. У вас же есть мой телефон? Да, есть. Вы звоните. Пусти, папа. Если что, звоните. Хорошо, помочь точно не нужно. Справлюсь, не впервой. Вперед. Тихо, тихо, вперед. Так, заходим. Да первым залей. Нет, я первым. Ключ в прихожей. Хорошо. Будьте, не брызгайся. Привет. Привет. А ты чего так сияешь? Просто настроение хорошее. А вот у Светки наоборот. Льет слезы. Пришлось мне ее утешать. Ну, я тут при чем? Ты отбиваешь у нее капитана Пашина. Скажи, пожалуйста, что мне военные не нужны. Ну, не интересно. Я вам обеим скажу. Оставьте вы Пашина в покое. Это не ко мне. А что так, взлезли тогда? Да потому что вы достали меня со своим Пашином. Пашин, Пашин, будто поговорить больше не о чем. Может, и не о чем. Пашин. Алло. Алло, мам. Мам, привет. Вот думаю о тебе. Лика, ты думала обо мне, а вот это новость. Слышишь? Лика думала обо мне. Не представляю. Ну тебе. Лика, у тебя опять новый номер. Что случилось? Рассказывай. В лесу потеряла. Нечего рассказывать, мам. Вот пишу статью об офицерских женах. Хотела тебя спросить. Вот что может заставить молодую, красивую женщину выйти замуж за военного, а? Вот тебя что заставила? Ну что значит заставила? Я училась в институте, у меня были ухажеры и даже один очень серьезный поклонник. Но когда я увидела твоего отца, то я сразу поняла, почувствовала, что он... Что он умнее других, лучше, не знаю, образованнее, интереснее. Что? Он, конечно, не смотрел тех фильмов, которые я смотрела, и книжек таких не читал. Но было в нем что-то такое... Настоящее. А что я до сих пор не поняла. Вот, собственно, весь секрет жены офицера, дорогая. Спасибо, мам. Очень помогла. Передавай ей привет. Тебе привет от папы. Все, целую тебя, дорогая. Да уж. Ну... Ну... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Оставить! Как себя чувствуете, сержант? Более-менее. Порядок. Камера включена? Так точно. Итак, начинаем следственный эксперимент. Сейчас 9 часов 13 минут. Рядовой Никольский ко мне. Рядовой Никольский, займите то положение, в котором вы находились во время стрельбы. Капитан Пашин! Рядовой находился в таком положении? Вить, покажи. Правее, Никольский. Вот такое положение, товарищ майор. Фиксируем. Рядовой Никольский. А теперь приподнимитесь, как вы это сделали по окончанию стрельбы. Рядовой вы уверены? Так точно. Фиксируйте. Сержант Еремин, подойдите ко мне. Вместо вас лежит манекен. Вы находились в таком положении? Так точно. Сержант Еремин, во время выстрела рядовой Никольский находился в таком положении? Да. Рядовой Никольский, можете встать. Скажите, Еремин, что вы видели в последнюю секунду перед выстрелом? Рядовой Никольский привстал. Так, и вы увидели у него что-то в руках? Я видел пистолет. Что? Егор, ты чего несешь, какой пистолет? Так, не мешайте, Никольский! Сержант, продолжайте. Я видел у рядового Никольского в руках пистолет. Ты видел пистолет? Не лезь. Это важно. Своими глазами видел пистолет? Нет, глазами нет. Так, капитан Пашин, вы мешаете следствию. Сержант, рядовой подождите там. Итак, продолжаем работать. Ну, хорошо. Предположим, я тебя раздражаю. Задел твои чувства. Назвал твою армию любимую идиотской. Но врать-то зачем? Я не вру. Я уверен, что ты в меня стрелял. Если бы я хотел стрельнуть, я бы сделал это и лежа. Не мог. Для того, чтобы достать пистолет, тебе необходимо было приподняться. Что ты и сделал? Что ты думаешь, я дурак, что ли? Уверен, что не дурак. Товарищ майор, может, вы нам покажете, как Никольский стрелял в Еремина? Куда дел пистолет, гильзу? Очень бы хотелось на это посмотреть. Дефрейтор. Я. Принесите мне мой пистолет. Есть. Паша, ну что ты все время в бутылку летишь? Тебе это надо? Итак, капитан, по моей версии, Никольский стрелял левой рукой, прикрывая пистолет правой. Во-первых, таким образом он прятал оружие от окружающих, в том числе и от пострадавшего. И во-вторых, гильза после выстрела падала около тела, что позволяло ей легко обнаружить и спрятать. Левой рукой. Не сходится, товарищ майор. Траектория не та. Да не, я просто плохо стреляю. Я же юрист, а не разведчик. Может быть, кто-то из вас? Витя. Витя. Вот так ты в меня и выстрелил. Мне кажется, не так. Товарищ майор, сами видите, не сходится. Ведь принеси винтовку и рации. Ага. Какую винтовку? Товарищ майор, мне кажется, целились не Кольского, а попали в Ерёмино. Что за ерунда? И не из пистолета, а со снайперской винтовки. А оттуда, из леса. Позвольте, мы наглядно вам покажем. Витя, давай на исходную, будешь готов, сообщи. Угу. Пройдёмте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выстрел. ВЫСТРЕЛ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот. А это уже похоже. Бойцы! Манекен давай! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, давай, живей! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот так лежал Никольский. Всё, отходим. Отходим, отходим. Витя, ты готов? Готов. Прицел тот же? Тот же, давай. Работаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Получается, что стреляю в тебя, зацепили меня? Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слышь, ты извини за пистолет, это я так сгоряча ляпнул. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Значит, встал случайно, говоришь? Случайно. Выходит, пуля была не случайной? Вы это уже говорили, товарищ капитан? Говорил, говорил. А тебя это не пугает? После вас, товарищ капитан, меня уже ничего не пугает. Зря ты мне не веришь. Ну, вы же не икона, чтобы я на вас смотрел и о Вере думал. Очень остроумно. Художник. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Костя, метнусь домой, переоденусь. Давай. Товарищ капитан, я могу на перевязку сходить? Какую перевязку? Да ногу повредил, вот сказали вместо часть прийти. Ну, пойдем, провожу. Да ну, не надо, товарищ капитан, я сам. Пойдем, пойдем. Никольский, все неприятности в части начались с твоим появлением. Ух, товарищ капитан, у меня эти неприятности начались гораздо раньше. С вокзала. С какого вокзала? Ну, когда меня загребли, отправили в армию. Так я не вспомнил, откуда документы? У вас уже какая-то навязчивая идея с этими документами, товарищ капитан. Слышишь ты, из-за этих документов убили мою жену. В тебя, дурака, стреляли. Значит, они знают, что документы у тебя. Будет лучше для тебя же, если ты мне их отдашь. У меня нет никаких документов, товарищ капитан. Ну, смотри. Как бы тебе об этом не пожалеть. Вперед. Вперед. А Костя, понимаешь, догадался, что убить-то хотели этого уклониста, Никольского. Ну, молодец твой Костя. Угу. Молодец ты, молодец. Да, понимаешь, следователь с Гусевым на него взъярились. Им-то удобнее во всем этого Никольского обвинить. Клево. Да, слушай, прям настоящий детектив. Да уж. Знаешь что, я вот что подумал. Если главный бухгалтер Сизова уехала куда-то в Архангельск, то дорожная фирма и ее генеральный директор Кузичев МЭМЭ вполне могут быть на месте. Я сейчас порыскаю по интернету, подниму кое-какие свои связи. Попробуем провести свое расследование. Думаю, что материальчик у нас получится просто забойный. Хорошо, давай позже созвонимся. Ты уже знаешь, что результаты следственного эксперимента? Нет. Стреляли в твоего Дениса. Что? Тихо, тихо, тихо. Да не сейчас. Тогда. Сейчас стреляли в муляж. Да. Чувствую, не видать мне пенсии, как своих собственных ушей. Ваша версия, майор, развалилась у всех на глазах. Зачем вообще надо было устраивать этот следственный эксперимент? Все и так хорошо шло. Зачем вы пошли на поводу у Пашина? Товарищ полковник, Пашин должностное лицо. К тому же свидетель, непосредственный участник произошедшего. Я обязан был проверить и его версию. Ну понятно. Ну что вы собираетесь теперь делать? Снова искать преступника? Нет, не буду. То есть? Я уверен, что преступник Никольский. Я все равно это докажу. И как? Есть у меня одна мысль. Господи. Лик, ты, ты не переживай. Капитан, он хоть человек суровый, но на него можно положиться. И если твой Денис не виноват, он не даст его засудить. Да, я понимаю. Ну, ты как? Угу. Угу. Хорошо. Ладно, я пойду. А ты, если что, ты ко мне забегай. Ладно? Хорошо. Все, давай. СТУК В Денисом. Давай. Есть кто-нибудь? Товарищ капитан? Вот привел Никольского на перевязку. Здрасте. Заходи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Товарищ капитан, я кое-что нашла. Сейчас приду. Сейчас буду. Сколько это по времени займет? Минут десять. Дикольский, ждешь меня здесь? Хорошо. Слушаюсь, товарищ капитан. Ну, что там у тебя? Нога. Здравия желаю. Лика! Это я. Вот, если это то, что вы ищете. А почему ксерокс? Ну, что нашла, то нашла. А где нашли? За коробкой под стеллажами. Странно. Как они туда попали? Да, странно. Знаете, что еще странно? Никольский нашел оригиналы, а вы ксерокс. Ну, может, просто отдельно спрятали ксерокопии и отдельно оригиналы. Ну, может быть. В любом случае, спасибо. Не за что. Не за что. Все, я закончила. Ну, ступать не больно? Нормально. Золотые руки у тебя. Толку-то? Все, теперь можно звать капитана Пашина. А, его не зовут. Он сам всегда приходит. Ты лучше дай мне листок какой-нибудь. Дай. Спасибо. 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 Убирай информацию. Пока. Давай, пока. Спасибо. 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 Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. У озера любит сидеть капитан Пашин. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Лицензия установленного образца тоже имеется. Хорошо. А что насчет самого оружия? Как и положено. В оружейной комнате. В офисе. Да? Странно. А что здесь странного? Оно нам без надобности. Устроили здесь беспорядок. О, Господи, зря только время теряется. А у нас время казенное. Давай, поднимай. Напоминаю, покинули самолет. Отсчитали. 501, 502, 503. Дернули кольцо. Продолжили отсчет. 504, 505, 506. Подняли голову. Если купол на месте, летим. Наслаждаемся полетом. И готовимся к приземлению. Говорят, Егор сегодня на экспертизу приезжал. Знаю. А чего молчишь о результатах? Это же не ты стрелял в Егора. А я всегда говорил, что это не я стрелял. Ага. Одно дело говорил, другое дело экспертиза. А что? Без экспертизы не поверить, что ли? Ладно, не быкую. Юсупов Никольский! Рды позакрывали! Ты что, художник, себе крылья отрастил? Вить, я отъеду. Закончи аж без меня. Давай. А кто стрелял-то в тебя? Никто в меня не стрелял. Ускоряемся, двоечники! Просто хулиганка. Или пули отрикошетила. А прокуратура целое дело завела. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так. Как давно вы видели своего сына? Последний раз своего сына я видел, когда он собирался ехать в Сочи. В Сочи. А потом? А потом? Я его больше не видел. А по телефону вы созванивались? А по телефону мы не разговаривали. Так и запишем. По телефону... Так и запишите. По телефону не разговаривали. Это Гоша. Пострадавший. На нем мы будем отрабатывать технику искусственного дыхания. Первое, что нужно сделать. Запрокинуть голову пострадавшего. И подложить под шею валик. Освободить ртовую полость от загрязнения, если такие имеются. Максимально вытащить язык. Одну руку положить на лоб, закрыть нос. Другую под голову, 15 надавливаний в области грудины, два раза выдох. Если загорится зеленая лампочка, значит, пострадавший вернулся к жизни. Показываю. Ожил. Да, от такого кто угодно положил. Точно. Отставить трёп, рядовой Никольский. Так, подходите по очереди и повторяйте мои действия. Юсупов. Я. Давай. Есть. Зачёт. Следующий. Никольский. Товарищ капитан, но я не могу целоваться с куклой, тем более он мужчина. Кто тебя просит целоваться с куклой? Речь идёт о спасении жизни человека. Выполняй. Да. Хорошо. Так, ты ему ребра сломаешь. Несчастный случай. Незачёт Никольский. Сгинь с глаз. Ри. Реанимирование. Следите за силой нажатия. Либо вы просто можете сломать ребра пострадавшим. Как это нам продемонстрировал рядовой Никольский. Да, Вриш. Я. Давай. Реанимирование. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Давай только потом разберёмся, ладно? Рассчитаемся. Ну, долго это всё. А что с тобой случилось? Ничего. Ты же сказала, тебе к врачу надо. Да, зуб болит. Стоматология только в городке. Подбросить? Угу. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Обожаю покурить, когда еду по этой дороге. Это ты зря. Продует, ещё хуже для твоих зубов будет. Подожди меня здесь. СТУК В ДВЕРЬ 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Ты что здесь делаешь? Ехала мимо, увидела твою машину, подумала, вот, повидаемся наконец. Каждый день в общежитии видимся. Ну да. Только меня как бы нет, мы как бы плохо знакомы. Все сидишь здесь, каешься, но ведь ее не воскресить. Да ты и сам не хочешь. Наташа, давай закончим этот разговор. Господи, да брось ты, это свой менторский тон. Поговори со мной хоть раз, нормально. О чем нам с тобой говорить? О любви. Ты все мучишься, мечешься, проводишь какие-то расследования. Но ведь это не любовь. Чувство вины. Ты виноват перед Леной, сам это прекрасно знаешь. Я тоже виновата перед тобой. Ну связалась я с Шарко как дура. Я признаю, ну и ты признай, что твой брак с Леной был местью мне. Костя, ну целый год прошел. Успокойся, подумай. Наташа. Уйди, а? Уфа. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, это же машина Пашина, да? Ты чем-то расстроена? Жизнью. Слушай, ну что не так? У тебя есть своё дело, деньги, муж. Ну чего тебе ещё нужно? Ты сейчас у меня журналистка? Я? Много вопросов задаёшь. Левое плечо вперёд. На месте. Стой. Раз, два. Направо. Взвод. Время на личные звонки 30 минут. Всем, кроме рядового Никольского. Вольно разойдись. Почему? По прихоти судьбы рядовой. Слушай, если надо позвонить родителям, могу посодействовать. Я типа на хорошем счету теперь? Чего ты всё время вот выпендриваешься, а? Я к тебе по-человечески, а ты слова в простоте не скажешь. Скажу. Дай позвонить. На, только быстро. Вы позволите? Да, конечно. Алло? Алло. Попривет, это я. Да, но я не могу сейчас разговаривать У тебя все нормально? Да, я перезвоню А будьте добры, ваш телефон Мой? Ну, не мой же, ваш-ваш Денис, звоним Что, проблемы дома, что ли? Вроде того Спасибо Не за что, пожалуйста О, сейчас уберу Крюков на связи Товарищ Крюков, есть информация Где-то минут 10 назад На телефон гражданина Никольского Был сделан звонок из вашего региона Есть данные абонента Так, интересно Записываю фамилию, диктуй Юсупов Юсупов Тимур Амирович Тимур Амирович Все? Да Конец связи Так, это же, этот, длинный сержант Из роты Карабанова Значит, наш Очень интересно Наш Сержант Сержант Юсупов Вы знали, что рядовому Никольскому Запрещено пользоваться Телефонной связью Так точно, товарищ майор Зачем же дал ему аппарат Я очень попросил Товарищ полковник Молчать! А ты где был, капитан? Почему не следишь за личным составом? Виноват, товарищ полковник Никольский Зачем ты звонил отцу? Соскучился, товарищ майор Хотел узнать, как они там На воле На воле Хороший лексикон Да Трое Суток ареста Обоим Все ясно? Так точно, товарищ полковник Увести И вызвать Пашина сюда? Выходим Товарищ полковник Капитан Пашин Убыл в город Убыл в город Разрешите идти Свободен Пока Спасибо большое, что подвезла Пока Садись на крючок Да, Лика Я тебя слушаю, говори Слушай, капитан Шарко Оказывается, есть женщина Он встречается с ней в городе И она приехала на Мерседес С очень крутыми номерами Запишешь? Нет Ну вот скажи мне Кому интересно С кем спит какой-то капитан Шарко Это вообще не имеет отношения К нашему делу Ну может и не интересно Зато у Наташи Шарко Оказывается, был роман с Пашиным Я слышала их разговоры Она прямым текстом сказала Что Пашин всегда тяготился Своей женой А теперь она им не мешает Вот я подумала Может Наташа имеет отношение К ее гибели, а? Ну а что, характер у нее резкий И войдет она так же Ну и что, ты думаешь Что она таким образом Ей отомстила, что ли? Мне кажется, это слишком банально Слушай, Макарова Давай займись своим делом, а? Вот ответь мне на конкретный вопрос Когда ты собираешься поехать В город к этому Кузичу? А я уже около его дома Молодец, хвалил Я перезвоню КОНЕЦ КОНЕЦ А вы что здесь делаете? А вы ищете генерального директора Кузичева? Да Я Вот он Здрасте Салют За пятьсот рублей и бутылку водки Сдаст в аренду свой паспорт Любому желающему открыть ферму Это он Угу До свидания До свидания Салют Я могу объяснить, как я здесь оказалась Интересно Когда я нашла эти листки, то прочитала их И мне стало любопытно, кто такой Кузичев В договоре адреса Кузичева не было Так это же нетрудно найти Я полазила в интернете и раскопала Зачем вам это надо? Женское любопытство Ну и хотела помочь Помочь кому? Вам Подвезти? Угу Спасибо УСМЕЕТСЯ УДАР ВЗРУ УДАР УДАР ГРУГ ВЗРУГ СВУЧИТ Бау 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 Пау Бау 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 Влип ты из-за меня, наверно. Но ты же не знал, что они звонки отслеживают. Мог бы догадаться. Ладно, не гони. Да я из-за родителей переживаю. Начнутся сейчас вопросы. Вот это вот чей номер? Сие мне неизвестно. Да? А мне сказали, что он зарегистрирован на вашу жену. Будьте добры, ваш телефон. Я его потеряла. Да, а кто же тогда с него звонил вашему мужу? Я. Ну, я позвонила, а потом потеряла. Надо же. Откуда вы звонили? Из магазина. Из какого магазина? Из нашего. Из гастронома. Слушайте, я вообще не понимаю, какая разница? Гриша! Пожалуйста, пробей, откуда был сделан звонок. Минутку. ЗВОНОК. ЦЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК. Крюков слушает. Товарищ Крюков. У меня для вас новости. Слушаю. Дело в том, что вчера в 2041 на номер гражданина Никольского поступил вызов с телефона его жены. Ну и что? Жена позвонила мужу? Ну и что тут такого? Ну, дело в том, что на момент вызова телефон находился в роуминге. Он, кстати, и сейчас. Там же, причем в вашем районе. Номер поставлен на контроль, и при первой же активности абонента его местоположение будет определено с точностью до населенного пункта. Так. А вот это уже интересно. Номер продиктуй. Хорошо. Так, 8-9-6-5-4-2-1. Так. Спасибо. С меня бутылка. Что там? Товарищ полковник, имеется организованная группа, действующая в интересах рядового Никольского. она действует как в Питере, так и, возможно, на территории вашей войсковой части. Да ты что? Что и требовалось доказать. Вот она как. Да. Ну, по такому поводу. И чайку не грех попить. Да? Ох, не грех. Ваша жена спрятала бумаги за стеллажом. Откуда вы знаете? Мне так кажется. Просто если бы мне надо было что-то прятать под сутки, я бы выбрала стеллажи. А где остальные листы? Не знаю, но, может, выпали, потом их затоптали и случайно выкинули с мусором. Договор подписал начальник части. Может, Лена ему задавала какие-то вопросы? А что может ответить полковник, который подписал договор с подставной фирмой и подставным генеральным директором? Конечно же, он потребует, чтобы ему отдали этот договор. А Лена решила идти в прокуратуру. Угу. На КПП ей передали, что ее вызывает начальник части. Гусев. Я почти уверена, что это он. Она... Она сказала, сейчас приду и заскочила в магазин. Ну, не понимаю, ну, неужели начальник воинской части сам сел за руль и погнался за ней? Ну, может, он кому-то позвонил? И этот кто-то ехал уже навстречу Лене? Может. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А магазин закрыт уже. Обед у них. Да я понимаю, может, она у себя? М-м-м... Ну, позовите. В долгу не останусь. Здравия желаю, товарищ капитан! А? Это кто солдат? Вот, просят продавщицу из магазина позвать. А они уже на обед закрылись. Какой обед, солдат? Время к ужину. А вы их кто? Хороший знакомый. Жених? Ну, можно сказать и так. Приехал поведаться. Ну, хорошо, проходите. Товарищ капитан! Я вас поведу. А пропуск выписывать? Да и... Спасибо. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА СМЕХ Смотри-ка. Закрыто. Так. Ну ладно. Стой здесь, жди. А я пойду посмотрю, где она, твоя невеста. Я думаю, вам надо отсюда уехать. Как это уехать? Ну так, собрать вещи, уволиться и домой. Оставаться здесь опасно. Нет. Я не уволюсь. Потом мой отец, он меня... Я знаю, кто ваш отец. Не думаю, что ваше призвание – продавец в магазине воинской части. Я просто ищу себя. Поиски себя можно продолжить в любом другом месте. Я не могу. Почему? Э, конвойный! Ты что, там уснул, что ли, а? Время ужина! Я когда не поем, я зло, как собака становлюсь. Я заметил. Гастрит, типа. Угу. Вот, блин, а завтра прыжки, а мы здесь торчим. Дверь! Черт! Эй! Вы что творите, гады? Затыкаешься, сволочи! Вы что творите? Чему вы? Ну-ка, ну-ка, очись! Чего орете? Так. Вы что творите-то? Вы что наделали, гады? Тревога! Уйди! Ты что, давай, давай. Ну? Пожар, мужики! Пожар! Тихо, тихо, тихо. Клади, аккуратно его. Так, кривой. Пульс! Нету. Голову запракинь. На раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Два, три, четыре. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Аккуратно. Сядь. Что у вас тут происходит? Никольский. Никольский! Товарищ капитан, вот на полу лежало. Никольский. Вегроев, это что такое? Не могу знать, товарищ капитан. Честно. Тимур, ты как? Что же теперь делать? Что делать? Ехать вперед. Давай-давай-давай. Давай, Тимур. Давай, дыши. Тимур. А что происходит, а? Сержант Юсупов и рядовой Никольский находились на гауптвахте по приказу полковника Гусева. В окно их камеры кинули дымовую шашку. Кто кинул? Не знаю, Кость, надо разбираться. Ну, ты как? Нормально, товарищ капитан. Просто дыма наглотал, сейчас отойду. Ему надо в медсанчасть. Помогай. Так, давай. Слушаю. Он занят, а тебе зачем? Прошу прощения. ЧП. Что такое? ЧП. Твой Денис молодец. Если бы не он. Да, он молодец. А интересная у нас продавщица. Интересная. Закадри. Я не об этом. Катается на машине с капитаном, а между тем к ней жених приехал. Как жених приехал? Да ныл здесь один на КПП, а я пропустил его. Дурак. Ты что здесь делаешь? Что у тебя с номером? До тебя не дозвониться. У меня другой теперь номер. Господи, как же ты не вовремя-то, а? Что-то случилось? Случилось. Так. Вот ключ. Общежитие, комната номер 9. Бегом туда. Только сделай, пожалуйста, так, чтобы тебя комендант не увидел. Там дверь справа. Это черный ход. Ну, а к чему такие сложности? Неважно, иди. Только чтобы никто не увидел. Я тебя очень прошу, бегом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где этот парень? Какой парень? Ладно. Одну минутку. Подождите, пожалуйста. Мне необходимо срочно опросить солдат. А мне, товарищ майор, нужно срочно их осмотреть. У меня инструкция, может быть, придется их госпитализировать. Судя по лицам, госпитализировать не придется. А я осужу не по лицам, а по медицинским показаниям. Ну, хорошо. Осмотрите их. Товарищ полковник, я не возражаю. Пашин, пошли с нами. Положи его на кушетку. Так, давай. Давай, давай, ложись. Нормально? Угу. УДАР На, продышись. Да и в порядке, Свет. Нажимаешь, вдыхаешь. Дышите, больной. Ты-то как сам герой? Нормально. Следи. Так, все, я сейчас косюю твои пальцы. А косинешь комиссует. Кстати, почему говорят, косить от армии, а? Ты хотел бы ради такой радости ослепнуть? А, художник? А это сложный философский вопрос. Есть основания полагать, что на территории части действует сообщник Никольского. В ближайшее время нужно установить круг лиц, контактирующих с рядовым. В этом вопросе я полагаюсь на вашу помощь, капитан. Я не очень понимаю, о чем речь. Что тут понимать? Сядь! Тут и понимать нечего. Ну, ясно же, ведь кто-то пытался вытащить Никольского с галптвахты. Вот таким вот интересным способом. Товарищ полковник, таким вот интересным способом можно вытащить только на тот свет. Ну, ты смотри, а. Защищаешь этого говнюка, ну, прямо как сына родного. Уже второй раз покушаются на моего солдата. Мне это не нравится. А товарищ майор этого не замечает или не хочет замечать. Снова здорово? Может быть, пора детективы сочинять? У тебя это получится. Товарищ майор, покажите капитану распечатку телефонных звонков. С этого номера был звонок отцу Никольского. Номер зарегистрирован на мать, которая сейчас находится дома в Питере. Но сам телефон находится в роуминге, в нашем регионе. При звонке на телефон отвечает молодой женский голос. Спасибо тебе. Так ты прямо этого следака отшила. Ты чего? А это не я тут стою. Рядом с капитаном. А кто же? Продавщица. Из магазина нашего. Нет. Продавщица как-то к военным не очень. А откуда ты знаешь? А видно. По лицу. А ты прям как наше начальство. По лицу судишь. Ты о чем? Да так. При первой же активности местонахождение абонента будет установлено. И я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Прошу тебя идти. Иди. И вот что, Пашин, перестань вставлять там палки в колеса. И прекращай по любому поводу спорить с товарищем майором. Вот этого обещать вам, товарищ полковник, я не могу. И это, медицину по терапии. Нам эти гаврики для запроса нужны. Вот поэтому в капитанах и ходят. Ты что здесь делаешь? Охраняю. Чье распоряжение? Командиры части. Ага. Ясно. Ладно. Охраняй. Есть. Лика, дай телефон. А ты знаешь, что это номер матери Никольского? Тебя что с ним связывает? С кем? С Никольским. Ничего. Просто несколько дней назад я собиралась в поселок и встретилась за пределами части вот с воротами, с женщиной. Матерью Никольского она плакала, переживала, что ей не дали даже поговорить с сыном и попросила меня передать ему телефон. Но я согласилась, потому что стала жалко ее. Потом уже узнала, что у него куча проблем и он под следствием. В общем, я не решилась. Вчера с этого номера звонили отцу Никольского. Нет, это я звонила. Зачем? Ну, помнишь, в лесу, когда на меня напали, я потеряла телефон. Ну, а тут как раз телефон Никольского. Я и подумала, что можно позвонить. Там бит телефон папы. Я позвонила и попросила разрешения пользоваться этим номером. Вот и все. Ладно, больше не пользуйся этим номером. Они почему-то очень хотят подставить Никольского. А я не хочу, чтобы тебя впутывали в эту историю. Мы вечером увидимся? Да. Черт. Крюков на связи. Понятно. Абонент вышел из сети. С чего бы это? Вы меня спрашиваете? Закончили? А, госпитализация, в общем-то, не нужна. Это я так нарушно сказала, чтобы следователь не сильно напирал. Свет, я понял. А что мне делать, товарищ капитан? Сейчас поцелуются. Смотри, смотри. Точно поцелуются. Как в кино, прямо. Угу. Кино, вино и домино. Делать ничего не надо? Нет, надо. Мне надо заполнить формуляр, такой порядок. Хорошо. Заполняй, я подожду. Угу. Свет, ты рисовала? Да вы что, товарищ капитан? Никольский? Угу. Красиво. Я рад, что вам понравилось. А вот эта кто? Это? Любимая девушка. Чья? Чья-то. Почему ты нравится? Ти-то? Чья-то. Это я! Никто не видел? Да, кажется, нет. Хорошо. Спасибо. Ну что? Привёл, товарищ полковник. Вводите. Заходим. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю. Присаживайтесь. Вы тоже, капитан, поприсутствуете. Чтоб уж не было никаких разночтений у нас с вами потом в дальнейшем. Да? Чего-чего? Уезжай в Мексику. Не мог к ним попрощаться. Ну, это понятно. Непонятно только, как ты теперь отсюда выбираться будешь. Ну, в конце концов, я сюда не самовольно проник. Меня пропустили. Капитан. Какой капитан? Ну, какой. Лысый, сутулый. Тьфу ты. Он точно сдаст. Чего? Да ничего. Тук-тук. Слушай, не будь идиотом, а. Сколько раз тебе говорить. Да-да, Галина Николаевна. Я по имениться пришел. Опять пьяный? Дело в том, что я причастен по проникновению постороннего лица на территорию части. Вот теперь сижу и думаю, может быть, это он шашку на губу бросил? Значит, конвойный пошел за обедом по твоему приказу. Это не было приказом, товарищ майор. Просто время пришло, а его не было. Есть хотел. Так точно. До такой степени, что чуть не выломал дверь. У него гастрит, товарищ майор. При гастрите, знаете, очень хочется кушать. Не тряпись, Никольский. В армию с гастритом не берут. Извините. Нет у меня никакого гастрита. Я здоров. Вот видите, рядовой Никольский. Не надо отвечать за сержанта. Он сам за себя ответит. У меня к тебе другой вопрос. Денис? Тебя же Денис зовут. Так точно. Скажи мне, пожалуйста, как ее зовут? Кого? Ну, твою сообщницу, которая действует на территории части. Нет у меня никаких сообщниц. А почему так нервничаешь? Тяжело, знаете, без сообщницы. Вологрить изволим? Так точно, товарищ майор. У меня пока все. Увести. На выход. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сукин сын. Главное, что никого не боится. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чего про гастрит понес-то? Тебя кто попросил? ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, извини. Я на ушах стоял, чтоб попасть сюда. Ты взял и брякнул. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, еще раз извини. Извините. Что еще? ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виноват, товарищ полковник. На территории части посторонний. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, пока никого нет, иди. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так не могу. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да что, не могу? Ну, скажи, что по разрешению капитана Пашина, и все. Дело не в том, что я скажу на КПП. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в чем? В чем? В тебе, Лика! Я тебя не узнаю. Торчишь здесь родителям назло. Придумала этого Дениса. В декабристку играешь. Только он не декабрист. Ой, перестань. Или ты на самом деле решил связать свою жизнь с военным? Лик, тебе здесь не место, понимаешь? Илюш. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже давно ничего не понимаю. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вас просят пройти к полковнику Гусеву. Меня? Угу. И вас также. Документы предъявите, пожалуйста. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гость? ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жду вас. ТЯЖЕЛО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешите, товарищ полковник? Входите. Проходим, молодые люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Капитан, расскажите, где вы обнаружили этих людей? У нее в комнате. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Спасибо. Решите идти, товарищ полковник. Идите. Киреев Илья Ефимович. Товарищ полковник, а можно сделать ксерокс? Галя, зайди. Сделайте, пожалуйста, копию. Хорошо. Итак, Илья, как вы оказались на территории воинской части? Приехал навестить свою знакомую, Лику Макарову. Вы меня не поняли, я не спрашиваю, зачем. Я спрашиваю, как? Как вы оказались на территории воинской части? Вот капитан любезно пригласил на территорию части. Так, минуточку. Это что значит пригласил? Я зашел на КПП, вижу, парень стоит с виду вроде нормальный, сказал, что приехал к продавщице, сказал, что жених ее. И попросил меня провести его на территорию части. Вообще-то я попросил просто позвать ее на КПП. Товарищ полковник, я же не знал, что он врет. Когда началось задымление, сразу побежал к продавщице, спросил, где этот парень. Она сказала, что какой парень. Я понял, что они не знакомы. А насчет задымления, эта дымовая шашка не из нашей части. А по-моему, я вас ни о чем не спрашивал, капитан. Когда мне понадобится, я задам вам вопрос. Я учту. Итак, насколько я понял, это ваш жених. Да. Очень хорошо. Илья, покажите, пожалуйста, телефон. Так. Так. Последний вызов, Лика. Это я. Это вы. Я пытался ей дозвониться, но абонент был вне зоны доступа. Угу. Дайте, пожалуйста, мне ваш телефон. Я его потеряла. Вот как. И где вы его потеряли? Я поясню. На эту девушку в лесу было совершено нападение. Так получилось, что я оказался рядом. Видимо, тогда и был потерян телефон. Угу. Как интересно. И кто же напал на девушку? Этого я не знаю. Но это нападение и все происшествия с Никольским, я думаю, связаны с договором. Да что ж это такое, а? Что же это за договор, черт возьми, такой, а? Которого в глаза никто не видел. Вот он. С первой до последней страницы. Не понимаю. Капитан, а какое отношение этот договор имеет к произошедшему? Я думаю, прямое. Прямое? В таком случае предоставьте оригинал. Насколько я понимаю, это копия. У вас есть оригинал? Нет. Нет. Тогда я не понимаю, о чем мы с вами говорим. Капитан, я хочу вам сказать, что вы мешаете следствию. Это будет зафиксировано в соответствующих документах. Имеете полное право. А я не спрашиваю у вас разрешения. Ставлю вас в известность. Так. Лика. Мне придется взять с вас подписку о невыезде. Хорошо. А вас, Илья, я задержу на 72 часа. Я не вижу здесь ничего смешного. Ага. Давай. В машину. На заднее. Илья! Ну, слушай. Черт. Ну что, капитан? Решил из боевой части проходной двор сделать? Видеть тебя не желаю. Виноват. Хотите, прямо сейчас рапорт напишу. Готов? Пиши прямо сейчас. А я подмахну, не глядя. А пока документы готовятся, шуруй в отпуск. Галя! Помоги племянничку собрать вещички. Разрешите идти? Валяй! Коля, подожди. Коля! Ну, чего ты, чего ты, чего ты? Истеришь, я не поняла. Ты же знаешь, он порет и успокоится. Все, Галина Николаевна, вопрос решен. Ну, куда тебе увольняться, болван? Жена-то тебя содержать не будет. Вагоны пойду разгружать. Неприятности на свою голову, так? А заодно на мою. Прокуратура занимается происшествием на стрельбище. А ты лезешь со своими бумажками, никому не нужными. По этому договору налево ушли деньги, и немалое. И то, что сейчас происходит в части, связано с этим. Кто-то очень не хочет, чтобы этот договор обнародился. Чушь какая-то. Кто этого не хочет? Ну, а тот, кто это подписал? Кто это подписал? Гусев СВ. Подожди. Я этого не подписывал. Я этот договор... Ну, ничего себе. Муж-то твой. Перед пенсией карман решил набить? Заткнись, дурак. Угу. Я-то дурак. А муж-то, походу, очень умный. Ты меня в чем подозреваешь? Ты что, не понимаешь, что все это фальсификация? Ксерокс. Бумажка. Отдельно взяли текст договора, отдельно поставили печать, на компьютере все это соединили, через ксерокс прогнали, и, пожалуйста, компромат. Так? Товарищ полковник, я компроматами не занимаюсь. Тогда с чего ты взял, что вот это подлинный документ? Что деньги ушли налево? У тебя есть доказательства? Пока нет. Пока нет. Галя. 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 Что? Принеси платежки за 2011. Какие? Все. Галя. Можно взять? За август месяц. Так. Только я прошу, ради бога, не нервничай. И что мне, прикажешь радоваться? Песни петь? Течетку бить. Быстрее давай. Пойду воздухом подышу. Подожди. А расскажи сначала, что за жених такой у нашей продавщицы? Да пес его знает. Приехал какой-то. Молодой, солидный. На бомбе. Ты уверен, что жених? Ну, она сама так сказала. Да и потом брат с сестрой друг на друга такими глазами не смотрят. Повезло нашей продавщице. Ну, если повезло. Продавщица бы не работала. Больно-то умный карабан. О, товарищ капитан. Мы еще долго тут будем торчать. Что, надоело без службы болтаться? Да просто завтра прыжки тренировочные, а мы тут торчим. Это Юсупов не я решаю. И даже не капитан Пашин. Иди, чахни дальше. Свободен. Есть. Как дураки тут торчим. Двое ж не. Ну? Так. Сейчас. Ох, Галя. Вот это, наверное. Да? Давай. Ну, что, не понимаю. Главный бухгалтер Сизова. Сизова? А? Кузичев. Кто такой Кузичев? Кузичев – генеральный директор Автодора. На самом деле, обыкновенный алкаш, у которого за 500 рублей взяли паспорт и открыли фирму, а потом эту фирму закрыли. А я не знаю никакого Кузичева. Я не брал у него паспорт, я не подписывал этот документ. Сереж, пожалуйста, прошу. Выйди вон, Галя, не мешай. Ну, чего там? Да иди-то отсюда. Привет. Всем привет. Лика! Лика, привет! Привет. Я сегодня так мерзовала, что меня аж похвалили. Молодец. Так, ребята, идите в комнату, только тихонько Катюшу не разбудите. Я сейчас к вам приду. Что? Ириш, дай, пожалуйста, телефон. Я без связи осталась, очень надо позвонить. Кому, жениху? Или сразу двоим? Зачем ты так? Ира, я тебе все потом объясню. Мне ничего объяснять не надо. Это твои дела. Я просто не люблю, когда мне врут и когда мной пользуются. Вот и все. Я тебя никогда не использовала. Ладно. На, звони. Спасибо. Я быстро. Постучи потом. Алло. Алло, Лика. Да я чуть с ума не сошел. Куда ты пропала? Ну, что там происходит? Давай, давай, рассказывай, ну. Такое ощущение, что начальник части просто сдурил от безнаказанности. А следователь делает все, чтобы его прикрыть. Лика, надо срочно отдать Пашину оригинал страниц. Только так он сможет инициировать прокурорское расследование. Понимаешь? Пусть даже с рисунками Дениса. Бог с ним. Да плевать уже. А мне не плевать. Я не хочу, чтобы Пашин знал, как я оказалась в части. Не хочу и все. Потом следователя интересует только дело шить. Все остальное ему безразлично. Пашин сегодня предъявил ему договор, а тот даже внимания не обратил. Пашин предъявил ксерокопии? Он что, дурак этот капитан? Зачем выкладывать козыри? А ты о чем вообще сейчас? Он сделал это для нашей безопасности. Начальник части теперь знает, что капитан в курсе дела. Он на себя стрелки перевел. Как ты не понимаешь? Пашин настоящий человек. Его не интересуют ни козыри, ни прикупы. Ого! А раньше ты говорила, тупой солдафон? Что бы это значило, а, Лика? Ни тупой, ни злобный. Не надо шутить на эту тему. Это глупо. Опа! Опа! Вот так. Ну, ты что думаешь, что я вступил в сговор с бухгалтершей, омыкнул эти деньги? А может, я твою жену Лену тоже убил? Кстати, Лена как-то говорила мне о договоре. После Сизовой чистила бухгалтерию, наткнулась. Странный, говорит, договор. Вот я помню это слово. Странный. Ну, у Сизовой в мозгах ковардак, не то, что в бухгалтерии. Я говорю, ну, принеси и покажи. Так и не принесла. Может быть, не успела? Лена нашла платежку. И собиралась пойти в прокуратуру. Ну, а на КПП ей передали, чтобы она явилась к вам. В тот страшный день меня не было в части. Я был на совещании в Москве. Там и заночевал. Это легко проверить. СТУК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Разрешите? Да. Товарищ капитан, тут продавщица ломится. Я не ломлюсь, у меня просто голова болит. Можно войти? Свет, дай таблетку, а? Светуль, посмотри от изжоги что-нибудь заодно. Угу. Денис, это ключ от магазина. Оригинал договора за стеллажом. Отдай его капитану Пашину. Это важно. Очень важно. Спасибо. Вот чего она ко всем пристает? Кому ко всем? Ко всем. А у самой жених есть. Ну, его задержали на 72 часа. Надо же девчонке чем-то заняться. Вот такая махинация. Да. Я всегда говорила, стерва это Сизова. Стерва. Помолчи, а? Давай договоримся, капитан. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Этот договор и ЧП на стрельбище никак не связаны. Я думаю, связаны. Ты думаешь, а доказательств нету. Есть банковская платежка. А это основание для возбуждения дела. А там, я думаю, следствие разберется. Ну, послушай, капитан, ну. Деньги ушли, их уже не вернешь. Мне и так не отмыться. Ну, дай мне спокойно уйти на пенсию. Я тебя по-человечески прошу. Оставь все как есть. Товарищ полковник, не оставлю. Я хочу знать, кто убил мою жену. Пьяный сукин сын. Вот кто. Вот так. Договорились? Галя. Сереж. Тихо, тихо, тихо. Костя, Костя, уйди ты. Галя. Сереженька, я сейчас родной. Я сейчас родной. Сереженька, господи. Я сейчас. Вить, ну, как там они? Да нормально, спят. Давай, бойцов в расположение, пускай отдыхают. Завтра с утра на аэродром. Угу. Костя. Не переживай. Жениха твоего отпустят. И твою подписку они в выезде снимут. Я должна тебе кое-что сказать. Ты мне ничего не должна. У тебя своя жизнь, у меня своя. Нет, послушай меня, пожалуйста. Этот парень, он мне вовсе не жених. Я соврала. Мне очень жаль. Если у вас здесь все так ясно и четко, то там за КПП все совершенно по-другому. Его зовут Илья. Он мечта моих родителей. У меня с ним никогда ничего не было и не будет. Да, он в меня влюблен, но я его не люблю, ну пойми. Угу. Я назвала его женихом, только чтобы на него всех собак не повесили. Вот и все. Но если это преступление, извини меня, пожалуйста. СТУК В ДВЕРЬ Ну, где там, Мэй? Сейчас. Папа, привет. Домой. Привет. Домой. Домой. Спасибо. Угу. В. 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 Ты куда? Отойти мне надо. По личному делу. Скоро вернусь. К медсестре, что ли? Ты давай молчи. Если задержусь, прикроешь. Понял? Хорошо. Только давай не задерживайся. Спи давай. Ир, слушай, там мои заснули. Посмотришь за ними? Конечно. А что случилось? Да, ничего не случилось. Мне надо. Посмотришь? Ну, да. Спасибо. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты чего? Выпить есть? Капитан Пашин узнает, будет скандал. Капитан Пашин не узнает. Капитан Пашин занят. Если бы ты не пришел, я бы собрала вещи и уехала отсюда. А подписка о невыезде? Все равно бы уехала. Вот бы прокуратура обрадовалась. Я не боюсь прокуратуры. А кого боишься? Тебя. Меня? Угу. Почему? Ну, вдруг мне пришлось бы снова тебе соврать, и ты бы больше меня не простил. А ты не ври. Если бы это было так просто. Наоборот, это не сложно. Врать сложнее. Ты счастливый. А ты? Наверное, тоже. Как-то не очень уверенно сказала. Потому что я тебя люблю. Это ужасно. Это хорошо. Гадость, да? Редкая. За тебя, Светик. Ладно, Светик. Пойду я в казарму-баньке. Спокойной тебе ночи. Да, давай. Спасибо. Спасибо. Ну что, облом? Тебя когда-нибудь предавали? Если ты о девках, то сколько хочешь. А я нисколько не хочу. Нисколько. Ты не хочешь. Они так устроены. Сложно устроены, понимаешь? Рекомендую сначала протрезветь. а ты вот это видела что это ты уходишь в отпуск ухожу до окончания контракта он уволил меня дура поговори с галиной она поможет не хочу вся часть воры гусев вор положил себе в карман столько денег мне даже сказать страшно миллионы что ты несешь 500 тонн асфальтовой смеси катки люди где это все где этот асфальт где эти люди катки где я не буду служить ворам понятно а Субтитры создавал DimaTorzok Это глупо. Куда ты пойдешь? Кому ты нужен? А тебе не все равно? Не пропаду. Я тебя очень прошу. Подумай еще. Я тебя тоже очень просил. О многом. О любви. О детях. Об уважении хотя бы. Все. Я не получил ничего. Значит не заслужил. Ну так и ты меня не прости. Ни о чем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как же так? По машинам, отличники! Давай быстрее. Медицина. Тебя ждем. Принимаем красавицу. Давай. Закрывай. Ну что, иди отсыпаться. Даю полдня. Спасибо, Хостин. Ну чего, как настроение, товарищи бойцы? Да все, все. Настроение хорошее. А тебе чего, плохо, да? Нормально. А бледный чего такой, боишься? Я когда боюсь, краснею. А когда бледнеешь, это что? Приступ отваги. Отстань от меня. Да кто ты такой, чтобы я к тебе приставала? Это моя обязанность. У кого первый прыжок, медицина должна быть рядом. Я не верю. Я не верю. Да ладно, у тебя с уроком. Эй! Привет. Привет. Коньяк есть? Ничего себе. Коньяк с утра. Что случилось? Отвальную будем играть. Ты приглашена. Спасибо. А что у тебя с Пашиным? Зачем тебе это нужно? Ты же не Света. Иногда я жалею, что я не Света. Все было бы ясно и просто. А я... Намудрила. Вить, вставай. Ёлы-палы, малыш. Ну, в кои-то веки Пашин полдня подарил выспаться. Почему я должен к Шарко переться? Потому что он уволился и сегодня уезжает в отпуск. Ну, и что? Велика потеря для вооруженных сил. Вить, ну, мы же с тобой нормальные люди. Мы должны пойти к Наташе. Подержать ее. Капитан Карабанов, встать! Да-да! Привет! Привет! Удочки сматываешь. Как видишь. А что так срочно-то? Волки, что ли, за тобой гонятся? Да считай, что волки. Присаживайтесь. Ну? Ну и? Что здесь происходит? А ты мужа своего спроси. Подмахнул мне рапорт, не глядя. Ну и что подмахнул? Разозлился, да, но ходу рапорту не давал. Чего ты психуешь-то раньше времени? А мне жалости-то ваши не надо. Я без вас проживу. О! Такси. Ну, как говорится, счастливо оставаться. Ну, куда? Куда ты пошел-то? Подожди. Хватит-то пить. Сама пьешь, я его споила. Я? Я его споила? Ты, конечно же ты. Столько лет ноги вытирала об него. Плевала ему в лицо. Каково. Господи ты, боже мой. Я же сестре обещала, что... Что не дам Коле пропасть. Он же ничего в жизни не умеет. Только обижается и все. Наташа не виновата, что ему в жизни ничего не надо. Да как-то ничего не надо. Им всем надо. Чтоб любили, чтоб преклонялись. Даже если не заслуживает, преклоняйся. Чтоб поднялся потом. Иди, все. Иди, иди, верни его. Давай, иди. Нет. А вы знаете, Галина Николаевна, он же у нас очень гордый. Он же не хочет ворам служить. Что-то я не поняла. А кто здесь ворота? Ваш муж начальник войской части. Наташа, перестань. А что, Шарко сказал? Нашлись какие-то договоры. Какие-то 500 тонн асфальтовой смеси. Катки, рабочие. Да он в глаза не видел этот договор. А ему, знаете ли, обидно, что ваш муж какие-то там миллионы спер. Что ты несешь? Что ты несешь? А что Шарко сказал, то и несу. Как верная подруга. СТУК В ДВЕРЬ Вперед! Давай, давай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ капитан, а вы в город? В город, в город. Можно я с вами поеду, а? Приготовиться! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошел! Никольский, как настроение? Пошел! Боевое. Это хорошо. Пошел! 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 Руки! Пошел! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошел! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вытягивай нижние стопы! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, расселись, давайте к машине. С тобой все в порядке. Повреждений нет? А чего молчишь тогда? Скажи что-нибудь. Красиво. Никольский, живой? Так точно. Молодец, поздравляю. Давай, давай, собирай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ капитан, я хотела с вами поделиться насчет договора, по которому Гусев деньги украл. Ну? Ну, так вот, у Пашина ксерокопии, а я знаю, где спрятан оригинал. Врешь? Да нет, почему? Оригинал документов у меня. Так вот, как вы думаете, может, имеет смысл в прокуратуру пойти, а? И им все рассказать? А они уж пусть там разбираются, решают, сажают виновных, а? Ну, что? Голись! Банжилки-то, небось, тряслись, а? Вначале да, врать не буду. Потом, когда парашют раскрылся, вот! Полный кайф! Хочешь, что не проставляешься? О! Ну, да, когда мы пьем? Это если магазин открыт будет, а то к ней, как не придешь, у нее постоянно на обед закрыто. А зато девушка красивая, а? И что? Давай заканчиваем. Да что, я просто сказал. Ну, извини. Ну, правда же, красиво. Ну, психанул перед прыжком. Свет! Сама-то хоть прыгала? Если хочешь знать, у меня 112 прыжков. Сколько? Серьезно? Знаешь, я когда там сверху все увидел? Озеро, деревья. Понял, что неправильно я все рисовал. Почему? Там не был. СМЕЕТСЯ СМЕЕТСЯ Слышь, я тебе так скажу. Ты молодец, все правильно делаешь. Только вот прокуратура ходу этому делу не даст. Ну, сама понимаешь, это надо в Москву ехать. Хочешь, с тобой поеду? Конечно, хочу. Одно ведь страшно. Ну, это не вопрос. Выпей для храбрости. Я сейчас в одно место заеду, оставлю вещи. Потом поедем. Так, вот здесь. Спасибо. Если вы в Москву собираетесь, может вас подождать? Да нет, в Москву уж как-нибудь сами. Спасибо. Ну, всего доброго. До свидания. Ты будешь? Не откажусь. Кстати, а где у нас находится оригинал договора? Я же сказала, это информация для прокуратуры. Ну, мы с тобой вместе пойдем? Или ты мне не доверяешь? Почему же не доверяю? Доверяю! Просто понять не могу. Откуда вы знаете про количество асфальтоукладчиков? Про бригады. Вы же даже не видели договор. Да, не видел. Я просто... проницательный. Где эти хреновые документы? Просто отдай документы. Это ты все устроил? Договорился с Сизовой и подделал подпись Гусева. Да? Правильно, умница. Так все и было. Я же родственник. Значит, ты подпись родная. Значит, это ты убил жену Пашина и стрелял в Никольского. Нет. Специально обученный человек. У тебя же есть сообщник. Умница. Где? Если я скажу тебе, ты убьешь меня. Я тебя по-любому убью. Только ты не думай о плохом. Алло, Лик, а ты где? Я в доме у Кузичева. Здесь. Вызови полицию. Алло, Лика? АПЛОДИСМЕНТЫ Аааа! СТУК В ДВЕРЬ Ты как? Нормально. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Ты как, нормально? Порядок. Там еще один наверху. СТУК В ДВЕРЬ Здрасте. Документы, пожалуйста, дайте. А что случилось? Документы дайте. Пожалуйста. Гражданка Сизова, выйдите из машины. Ты почему на звонки не отвечала? Потому что я включила запись, телефон отключился. Так нельзя, Лика, так нельзя. Главное, показания есть. Давай двигайся. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Умница. Шагай! СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Ну и где договор? Вернее, оригинал договора. Вот он. Я не понял. Что это за художество? Это нарисовал рядовой Никольский. Он случайно нашёл договор о подсобке магазина. Подумал, что это никому не нужны листки и нарисовал. Всё это время страницы договора хранились у меня. Почему же вы не предоставили его сразу? Я боялась подвезти его. Подвезти? Кого? Я устроилась работать в части, чтобы быть рядом с рядовым Никольским. Так. Мы собирались пожениться. Если бы я сразу дала вам эти страницы, вы бы поняли, что... Что мы... Что он бывает у меня. Капитан, посмотрите, это те страницы? Ну и как? Как же вы устроились именно в этот магазин? Я журналист. Корреспондент питерского отделения газеты «Мегаполис». Главный редактор помог мне сюда устроиться, а я в обмен. Собирала материал о жизни воинской части. Устроилась воинскую часть под носом у начальства. Под носом у начальства подделывались документы, деньги уходили налево и убивали людей. СИГНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это... Телестый. Я могу идти? Да, идите, увидимся в части. Товарищ капитан, подождите, пожалуйста. Гражданка Макарова! Мы с вами еще не закончили. Извините, вы не подскажете? Макарова не видишь. Не подскажу. Официально заявляю, что подписка о невыезде с вас снята. Телефон, вы уж извините, придется конфисковать как вещдок. И еще. Вы уж меня извините. Гражданка Макарова. Я могу идти? Да. Спасибо. Лик! Ты в части? Да. Так я тоже. Надо машину забрать. Ты чего? Ничего. Ты знаешь, мне кажется, все не зря произошло. В прокуратуре даже извинения принесли. Лик. Не переживай, все позади. Да. Все позади. Да. Все позади. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот так, нашли. О, посмотри, Егор. Здорово-здорово. Здорово-здорово. С обращением. Здорово-здорово. Старик? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну, здорово, старичок! СИГНАЛИЗАЦИИ Здорово. Ну что, мужики, надо как-то отметить. Так магазин-то закрыт. Ну, тогда разведка в дальний Самовул. Твоя очередь. Согласен. Парни, скидываемся! Ну? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Ты не видела капитана Пашина? С пацанами на озеро поехал. Давно им обещал. Более вопросов нет? Вопросов нет, есть просьба. Передай ему, пожалуйста, что я приходила и... что я люблю его. Я никому ничего от тебя передавать не буду. Тебе это ясно? Извини. СТУК В ДВЕРЬ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет! Привет! Магазин не откроешь? Я там больше не работаю. Как это? Ну так. Все, уезжаю. Хочешь, проходи, присядь. Я собираюсь просто. Наташа тоже уехала. Я ей шарку. Про шарку я в курсе. Слушай, помнишь, ты мне говорила, а обрати, мол, внимание, вокруг много мужчин. Я обратила. И кто же он? Никольский Денис. Художник. Он хороший, необычный такой. Что ж, счастья вам. Да я не против. Просто предсказания гадалки не сходятся. Она говорила, должен быть военный. Он же служит, значит, военный. Ну да, но... Сначала должна была быть при нем женщина, а потом ее не стало. Ну вот, и прямо на моих глазах... Смешно. Что? В точку попала твоя гадалка. Абсолютно в точку. СМЕХ СМЕХ Что случилось? Кажется, я забралась. ты знаешь что я скажу что армия не терпит вранья да так оно и есть ничего подобного армия не терпит правды особенно военные они просто не переносят эту правду она для них слишком неприятно слушай а что это за дурь с твоим замужеством почему дурь выйду замуж улечу в мексику буду на солнце греться но ты тоже не хочешь папа то чего я хочу невозможно понимаешь пусть будет так как я не хочу плевать ровнясь смирно рядовой никольский я ко мне есть рядовой никольский по вашему приказанию прибыл поздравляю с первым прыжком благодарю за службу служу россии больно разойтись пойдем поздравляю спасибо сало и задник спасибо спасибо а вот и а Нравится? Очень. Нравится? Ребят, молодцы. В целом огромное спасибо. Номер получился хороший, яркий, насыщенный, динамичный. Только давайте блок новостей культуры мы немножечко убавим, а по спорту поработаем. Хорошо? Спасибо. А вот и Лика Макарова. Молодец. Очень рад. Материал получился просто супер. Ты молодец. Завтра уходит в печать. Ребят, наши поздравления Лике. Поздравляю. Так, ну что там у нас? Давай, давай, продолжай. По результатам расследования завтра состоится пресс-конференция. Мы пригласим представителей пресс-службы и коллег из других изданий. Наш специальный корреспондент Лика Макарова устроилась в воинскую часть продавщицей и раскрыла крупную финансовую махинацию бывшего главного бухгалтера и одного из офицеров части. Все. Приехали. Да кто их читает? Газеты-то эти. Кто надо, читает. А главное, падший на нее кругом герой, а я лох. Лох. Пригрел в своей семье вора и убийцу. Он зараза. Отлично. Он зараза. Прекрасно. Чуяло мое сердце. Чуяло мое сердце. А ты жена, лоха. Открыто. Кость, можно? Да, заходи. Уже читаешь? Угу. Она, конечно, молодец, что разоблачила Шарко. Но вся эта история с Никольским и вообще, что она обманом проникла в воинскую часть, это все как-то некрасиво. Ты думаешь, она правильно поступила? Слушай, мне про нее вообще ничего не интересно. Не интересно. Ну ладно, я тогда пойду. Да, кстати, она перед отъездом просила тебе кое-что передать. Что? Что любит тебя. Почему ты не передала? Да я просто не поверила. Правильно сделала. Ну ладно, я пойду. Да не парься, другую найдешь. Ну а сколько тебе осталось? Пару месяцев. Ну и все, дождется. Стой! Стой! Останови! Помогите! 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 Что такое? Ой, она это в положении, этот ненормальный, он же ее убьет! Я говорю, что нет у меня денег. Ты что-то врёшь меня, сука? Ты мне врёшь. Оля! Лерва ты, а не человек. Ты мне обо мне о ребёнке подумай. Пожалуйста. Никольский, Юсупов к машине. В общем, мне тут с одним дебоширом надо потолковать. Остаётесь за старшим. Помощь нужна, товарищ капитан. Сам справлюсь. Есть. Нагуляла, ублюдка? Колька вас кормил, поил. Сейчас допрыгаешься, тварюга. Коля, Коля. Где они? Тварю тебе не от денег, Колька. Эй, хозяин. Лерва ты. Я завалю. Стой, гадин. Пойди, не там. Беги отсюда. Тихо, тихо. Разберёмся. Успокойся, успокойся. Получай. Нет. Ну что, военный. Нарвался. Товарищ капитан. Помогите, командира ранило. Тихо, тихо. Что случилось? Тихо, держитесь. Возь палатку, бегу. Тихо, тихо. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Тихо, тихо, тихо. Ну, Илюша. Ничего себе. Это ж просто какой-то царский подарок. Пап, скажи что-нибудь. Да с удовольствием. Ну, вот как раз тот день, о котором мы мечтали со своей супругой. Мне кажется, наступил тот момент, когда мы должны все выпить за жениха и невесту. ...свою беременную сожительницу Марию Ефремову. Это же наша часть. На помощь оперативно подоспел капитан Пашин, разведзвод которого направлялся на стрельбы рядом с посёлком. В результате спасательной операции капитан Пашин получил акцентричное ранение. В данный момент он госпитализирован. Его жизнь не ничем не угрожает. Преступник арестован. Заведено уголовное дело. После рекламы смотрите ток-шоу, в котором мы будем обсуждать ограничения продаж охотничьего оружия. У нас в гостях представитель службы МВД Николай Петрович Кучев и владелец оружейных магазинов Северо-Запада. Смотри, Лика. Лика! Привет! 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 Наш папа герой. Он ребёнка спас. Знаешь? Знаю. Привет. Привет. Лика Никольский тоже герой. Он спас на нашего папу. А где он? У озера. Лика Никольский тоже герой. Ты как? Нормально. Нормально.